Куда теперь я должна перейти? Так, мне теперь что делать? Я немножко захоталась. Как мне себя видеть-то? Где переписка? Подожди. Почему-то в чат я не вижу. Я ничего не вижу. Он все знает. Где они мне это говорят? Я не вижу. Так, наконец-то. Надо только, чтобы на полокна было. Простите, ребята, немножко тут технические моменты. Сейчас я разберусь, где ваша переписка. Мне надо поменьше, чтобы у окошечка. Вернуться в чат. Включу. Ок. Все. Так, ребята, я вижу то, что вы мне пишете. А напишите, пожалуйста, вы меня слышите хорошо или нет. Потому что я немного переживаю, слышно ли. Возможно, вы меня слышите с задержкой. Плюсик. Это значит, что все слышно, да? А, все. Отлично. Звук громче. Не могу сделать. Сделала на максимум. Слышно хорошо. Все хорошо. Как в пещере. Так, ладно. Подождите секундочку, пока не пишите. Спасибо за помощь. А. Да, я поняла. Как? Я не могу смотреть в камеру и... А, эхо, короче. Закрой дверь, пожалуйста. Эхо. Ну, на самом деле, просто в комна... Ребятки, гул, потому что, на самом деле, я сейчас в большой комнате, и здесь достаточно сильное эхо. А когда я делаю запись ASMR, то я всегда против эхо применяю активные меры. Так, хорошо. А, так, на самом деле, ДРЭК канал 24 октября... Какого 27 октября? Нет. А, 24 сентября ДРЭК каналу, потому что... Спасибо вам большое всем за поздравления. Сейчас я попытаюсь, может быть, камеру как-то ниже расположить. Ммм... Сейчас, секундочку, простите, пожалуйста. По ниже я расположу, и чтобы меня было нормально видно. Так, секунда. Секунду, секунду. Я опять потеряла нашу переписку. Thank you, guys. Так, ребятки, сейчас я запуталась опять. Тут это не все так у меня гладко. Я себя не вижу. Небольшая путаница. Теперь я не вижу ваших сообщений. В чат новом окне. Так, а... Значит, ребята, вы меня нормально видите целиком мое лицо, потому что я тут запуталась. Запуталась. Короче говоря, если вы не против, трансляция сейчас будет на русском преимущественно, но... Привет, Светлане Тешевой. Ага. Ага. Значит, эм... Эм... Да, и сразу извиняюсь, я болею, поэтому я иногда буду очень громко... Я надеюсь, вы не оглохнете. Спасибо большое, что вы считаете, что у меня хорошая АСМР, я вкладываю душу, мне очень приятно. Сейчас пару фраз скажу на английском, а вы, пожалуйста, мои русские зрители, посидите, немножко подождите. Немножко только сложно переключаться с одного на другой язык. Так. Hello, my English-speaking friends. I want to say a couple phrases in English for the start, because this translation will be mostly in Russian language. But I know that you love my accent, and I want to say a few phrases for you. At first, I want to say a big thanks for your subscribe, for your comments, for your support. And I have not said that before, but I am very appreciate and a big thanks you for your denotation, especially for my friend Forrest. If you see this translation, you know what I mean. And many of you. Thank you. English video will be soon. I think it will be in the next week. Now I am a little sick and sorry for this. На этом I will talk in Russian mostly. Так, друзья мои, не будет по-английски весь стрим, просто у меня практически половина аудитории англоязычная, поэтому мне хотелось сказать несколько слов на английском. Вот. Но теперь я абсолютно то же самое хочу вначале сказать по-русски. Вот. А потом уже мы перейдем к вашим вопросам, если они у вас есть. Значит, весь этот год, день рождения моего канала 24 сентября, по той причине, что Елизавета Казакова вам приветик. И Никите тоже приветик. Чао, Наталья. Так вот, в этот день я выложила свое первое видео. И вообще первые два мои видео я закрыл, потому что они слишком ужасные, на мой взгляд. И вообще даже не представляю, кто мог бы подписаться после этих видео. Кстати, если среди вас есть те, кто подписался, то, когда я выкладывала свои первые два видео, то, пожалуйста, отпишитесь. Мне будет очень интересно узнать, остался ли кто-нибудь со мной с этого момента. Ребятки, я на ваши вопросы буквально через пять минут начну отвечать, поэтому вы, пожалуйста, их повторите. Вот, вот тут я вижу, как-то первое узнала про СМР, просто хотела сказать... Hello. Так вот, я хотела вам сказать спасибо большое за то, что вы смотрите мой канал и дали ему предпочтения. И я очень рада, что вас нашла. Спасибо большое за ваши комментарии, потому что, ну, как бы, тот прогресс, который вы видите на канале, все это вам благодаря... Благодаря вашему комментарию, благодаря тому, что мы коммуницируем. Надеюсь, вы меня сейчас хорошо слышите. Я на этот счет немного сомневаюсь, потому что я себя не слышу. Напишите, пожалуйста, в чатик, ладно? Так, так вот, и особенно хотела благодарность выразить Герману и Венису. Это ребята, которые мне иногда помогают с каналом. Особую благодарность хотела выразить тем зрителям, которые... Маргарита, да, спасибо, я знаю, что вы со мной с самого начала, очень приятно. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята, за ваши комплименты. Так вот, особенно хотела сказать спасибо тем зрителям, которые подписались в числе первой тысячи, потому что... Кристина из Нателло, привет. Потому что первую тысячу я набирала три месяца, это было очень долго и достаточно сложно. И те зрители, которые со мной с самого начала, вы, как бы, моя главная поддержка. Что не умаляет, конечно же, ценности всех остальных. Я вас всех люблю. Спасибо, ребята, за комплименты к моим видео. Это очень приятно. И так же хочу, я этого прежде никогда не говорила, но особенно так же хочу поблагодарить тех, кто присылает свои донаты. Привет, привет. Да, ты с первой тысячи. Так вот, с тем, кто посылает свои донаты, потому что в России это не особенно принято и тем, наверное, особенно ценно. Я помню, что в те моменты, когда мне казалось, что то, что я делаю, не особенно кому-то нужно. Ого, даже кто-то из первой сотни. А я замужем, да. Очень быстро отвечаю. Так вот, когда ты не уверен в том, что то, что ты делаешь, действительно кому-то нужно, и человек делится с тобой кровно заработанным. Ну, как бы я считаю, что если... Нет, а СМР на стриме не будет, ребятки. Да. Я вам больше скажу, мало того, что я замужем, у меня еще есть ребенок. Некоторые знают об этом тоже. Вот. Значит, и... Да, спасибо вам большое за ваши комментарии. Это не просто что-то очень приятное, это очень важная обратная связь, которая помогает именно найти этот путь, усовершенствование, улучшение. Итак... Ребята, зря про замужество рассказала. Я этого никогда не скрывала, и уже много раз упоминала, что я замужем. И про ребенка тоже говорила, потому что мне, в общем-то, не хочется, чтобы на канале задерживались те люди, и которых в моих видео привлекает только... Ну, вы понимаете, эта мысль, что... То есть мне не очень хочется думать о том, что... Некоторые смотрят мои видео исключительно для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Вот. И помогать я им в этом не очень хочу, хотя я, собственно, ни в коем случае не осуждаю. Ребеночку один и восемь. Так... Муж не ревнует к нежности, к подписчикам? Нет, не ревнует. Ребенок в курсе про ваше творчество. Но ребенку еще год и восемь, поэтому он, можно сказать, в курсе, потому что когда... Да, у меня есть видео 10 ответов на вопросы, там отвечаю на некоторые личные вопросы. Кому это интересно... Нет, муж стрим не слушает, я попросила уйти, потому что в обычное время мы всегда с вами общаемся тет-а-тет, и никакого мужа нет. И я сначала хотела, чтобы он мне помогал на случай, если там будут какие-то технические... Ой, простите, простите, какие-то технические неполадки. Но потом я поняла, что я буду чувствовать себя не всем комфортно, потому что это нарушит ту интимность, какую-то привальность, к которой я привыкла в общение с вами. Так, кушать хочется, кстати, извините, у меня вот тут немножко я налила себе кофе, потому что просто, чтобы проще было говорить... Ну, я попью его слегка. Произвала рассказы про замужество, но ничего страшного. Так, когда ASMR? Значит, следующий ASMR будет, скорее всего, на английском языке. Пошла ребеночка купать у дачи. Спасибо. Да, я пишу, что в основном после моего... После моей речи на английском ребенок к мальчику. В основном комменты стали на русском. Yes, I'm married and I have a child. Sorry. Спасибо большое, Филгешка, за... Да, да, я очень стараюсь. Я последнее видео записала тоже шепотом, в основном по той причине, что у меня просто голос не очень был хорош. Так, значит, ребята, сегодня у моей мамы Яны Яны день рождения. Я поздравляю, пожалуйста, свою маму за то, что она такая молодец и родила замечательную девочку Яну Яну. Вот. Так, привет. Привет. Не знаю, при чем здесь бубонная чума. Я... Я бы не сказала, что я художник, я человек творческой профессии. У меня никогда не человек без профессии, но я всю жизнь занимаюсь творчеством и периодически разными его видами. И мне удается на этом зарабатывать некоторые деньги, потому что, в принципе, я считаю, что если вы делаете что-то и вы в течение длительного времени не получаете так или иначе какую-то материальную отдачу от этой деятельности, то вы делаете что-то не то. Но так как всегда мои занятия творчеством рано или поздно приводили к тому, что какая-то материальная отдача от этого даже безусловно моего участия начиналась, то, ну, можно сказать, что я художник, как в смысле. Так, спасибо большое за комплимент мембрал плейл. Будут разные, потому что, ну, как бы мне нравится какую-то гармонию, внутренне у меня есть ощущение гармонии. Каких должно быть видео сколько, чтобы не надоедал один тип видео. Как ты учил английский? Да, я английский учила в школе, но я... Спасибо большое за комплименты. Кофе, если честно, его налила, ну, я знаю, что он, наверное, не полезен. Просто у нас уже, на самом деле, 11 часов вечера. Вот, поэтому, чтобы так это сбудриться. А может быть, я еще буду стрепси уже кушать. Так что вы, наверное, есть симки. Так вот, как я учила английский, учила его в школе, но у нас был в основном только чтение, перевод. И всякие письменные упражнения. Я об этом тоже рассказывала в своем видео. Вопрос в ответ. Потому что у нас была почти глухая учительница. И у нас, кажется, разговорным английским не сложилось. Поэтому, собственно, до канала я разговорный английский никогда не практиковала. Я рисую, имеются художественные навыки, потому что я училась в архитектурно-художественной академии. Ирина Обеткова. Я вам с удовольствием передаю привет. Я из города Екатеринбурга. Так, кто вдохновил делать свое видео? Так, кто вдохновил, кто вдохновил? Ну, наверное, скорее всего, джентл висперинг, да? Потому что был вопрос, как я нашла АСМР. Я нашла его совершенно случайно, когда я была беременна. И у меня по ночам была бессонница. Я смотрела видео, я открыла для себя Ютуб. Видела там видео про всякие маникюрные там дела. Знаете, вот эти женские темы. И просто блогеры есть некоторые с очень приятными голосами. И вот на всякие темы по уходу за собой. То есть я их просто включала, так вязала шарфик, расслаблялась. И в одном из похожих было видео джентл висперинг. Так, я узнала про АСМР. Но прям вдохновил меня делать муж, потому что он мне... Я на самом деле об этом рассказываю тоже в видео вопрос-ответ. Он мне, в принципе, рассказал про Ютуб. Сказал, что посмотри, у тебя, наверное, получилось вести свой блог. А конкретно тему АСМР я выбрала для себя сама. Уже как бы, когда я об этом узнала, то вспомнила, что... Ого, точно можно же делать свой блог. Так. Привет и совсем не сложно. Даша, как тебя зовут? Догадайтесь. Thank you for compliments for my English. I'm not sure that it was good. К счастью, я вам люблю. Спасибо большое. Обожаю АСМР с поездом. Я очень рада. Но мне кажется, что английская версия получилась лучше. Ну, потому что я постаралась учесть всякие разные моменты. И особенно там еще со звуком постаралась. Поэтому посмотрите его тоже. У меня очень хорошо получается. Спасибо. Как отдохнули в отпуске? Вопросик. Значит... Ой-ой-ой. Кажется, тут уже набежало много вопросов. Я в порядке, вот как вижу, отвечаю. Я отдохнула в отпуске хорошо. У меня был очень простой отпуск. Такой за городом, в нашем загородном доме у нас. И была очень хорошая погода летом. И вот это вот единение с природой позволило мне достаточно хорошо восстановиться. Именно для того, чтобы снова делиться с вами своей энергией, любовью. Потому что было некоторое такое вот... Как знаете, профессионально перегорел. Ну, как бы нельзя этого допускать. Нужно именно, чтобы происходило вовремя восстановление внутренних сил. Поэтому я не стала торопиться возвращаться. Я знаю, что многие из вас на это за меня ругались. Но я думаю, что это к лучшему. Так и надо. Надо чувствовать вот свой внутренний голос. Так... Дальше... Спасибо большое за комплименты. А вы про что тут у меня? Тоже 22-25. Расскажите, каким спортом занимаетесь? Играю в бадминтон? Нет, не играю. Но то появление ребенка я вообще очень люблю. Разные виды спорта. Пробовала разные, многое. Сейчас у меня из этого остался только велосипед. На котором я очень люблю покататься в одиночестве по городу. Я живу в городе Екатеринбурге. До рождения ребенка, чем я только не занималась. В первую очередь у меня был сноуборд. Зимой роликовые коньки, велосипед. Занималась я и танцами. Очень долго, много лет я занималась фигурным катанием. И пробовала себя в скалолазании. Но у меня как-то это не пошло. И спорт, который мне очень хорошо подошел. И очень мне нравился. Тайский бокс. Я тайским боксом занималась год. Но я прекратила по причине того, что все-таки для женщины это не самое замечательное. Особенно у меня не очень хорошо со зрением. И у меня были некоторые травмы неприятные, которые даже до сих пор побаливают. Поэтому пришлось бросить. Но это вот просто спорт моей мечты, который для меня идеально подходит. Так, всем привет. Thank you, guys. Кем я работаю, ребятки? Пока никем не работаю. Потому что я сижу дома с ребенком. Ребенку год и восемь. Собственно, ту деятельность, которую я занималась раньше, я скорее всего возобновлять не буду. Потому что, ну, тот стиль жизни, который я вела, не очень хорошо сочетается с семьей. С семьей и домом. Вот я очень много времени проводила вне дома. И в не очень хороших таких здоровых, скажем так, условиях работы по здоровью. И вот сейчас уже надо себя оберечь. Стало выросли ответственнее. Спасибо, Лирочка. Привет, мое солнышко. Спасибо за комплимент. Эту кофточку вязала моя бабушка. Так. Из Телябинска привет. Ловлю. Ну, вот теперь знаете, что я рядом. Gentle whispering. Мама русского СМР. Да, это так. Это очень тяжело. Ну, мне очень тяжело. Какой язык? По-моему? Итак, я говорю по-моему. Я говорю по-моему. По-моему. Поролицы. Итак, в начале трансляции я скажу несколько фразов в английском, специально для вас, и следующий видео будет в английском. Я думаю, это будет специальный английский видео, но это секрет. Так, где, как провела свой отпуск и где Ирина Абеткова? Здравствуйте. Кстати, ребятки, я у вас, спасибо за конкуренты, я вас достаточно неплохо узнаю, но в первую очередь по картинкам, вот этим маленьким картинкам, поэтому вот по еще кто вот имя, фамилию указывает, тоже, в принципе, запоминаю. Да, ники, особенно какие-то буквы иностранные, очень плохо запоминаю, поэтому, пожалуйста, если вы хотите, чтобы вас блогер как-то идентифицировал, то не очень часто менять вот эту вот картинку, превьюшку, потому что вот я вот визуал и вот этот текст, я его вообще как бы плохо отражаю, в основном по картинкам вас отвечаю. Добрый вечер, спасибо большое за комплименты, я провела свой отпуск, как я уже сказала, я на даче. У нас очень хорошая такая большая дача, маму мою поможем, амшафтный дизайнер, очень у нее красивая дача, с цветами, там есть где купаться, в лес ходить, и я иногда вот очень люблю такой вот простой отдых. Краткое содержание первых 20 минут. Сначала поблагодарила зрителей на английском, потом поблагодарила зрителей за все хорошее на русском. Вот, извинила за то, что кашляю постоянно, и сейчас пытаюсь отвечать на вопросы. Привет, мой дружайший, я его знаю. Хорошо, название дружайший подцепила я тут, на другом канале. Так, господи, кажется, тут очень много всего я пропустила. Ой, ребят, что-то я немножко потерялась. Так, звонки, голос, спасибо. Проводила ли мужу часовой сеанс АСМР? Какой-то странный вопрос, извините. Да, мой муж не очень восприимчив к АСМР, поэтому бессмысленно. Ролевой фотограф я помню ваш запросик, я вспомнил. Кемпинг нравится, спасибо. Так, спасибо большое за комплименты, Тесса Найт. Thank you, Battle Brother Ossie. Не знаю, как правильно я прочитала. Приветик из Домбова, из Челябинска, спасибо. Так, стакан граненый из поезда, да. У меня вообще с этим поездом долго не складывалось, и даже перед записью прямо стакан разбился, искала по всему городу новый, аж два купила на всякий случай. Будет АСМР типа проводник, что вы имеете в виду, пожалуйста, уточните. Как настроение? Ну, отличное настроение, не знаю, наверное, у меня это видно. Я вас очень рада всех видеть. Спонтанно, если честно, пришла ко мне идея сделать такую вот конференцию, потому что мне раньше не хотелось показывать вам свой настоящий голос, чтобы не разрушать какую-то тайну, что ли. Но один из зрителей сказал, что день рождения канала – это хороший повод для кутежа или какой-то тусовки. И я подумала, да, хороший день, спасибо большое. У меня кота нет. У меня раньше был котик, и он прожил у меня больше 18 лет. Я его очень любила. И он умер буквально пару лет назад, когда я была на седьмом месяце беременности. И как-то вот пока другого кота не тянет заводить. Запись эфира будет, честно говоря, не знаю. Если это будет не слишком позорно, и если вы захотите, то я это оставлю там, например, в разделе плейлистов на канале «Где болталки». Ну, не знаю, в общем, есть ли в этом смысл. Граненый стакан. Так, кого смотрю из других ASMR-видео? Во-первых, я посоветую вам посмотреть мое видео «10 ответов на вопросы». Там я об этом рассказываю. Но если так вкратце пробежаться, то, ну, вы знаете, что в разные моменты пристрастия меняются. Смотрю все время разных. Но вот конкретно в данный момент, наверное, чаще всего я смотрю пилоги, ASMR, полерия, ASMR, джентль висперинг, сенситив триггер, респонс, вдохновь, тоже смотрю часто. Смотрю всегда, стараюсь отсматривать «Бичков» каналы. Недавно вот понравилось мне видео на канале «ASMR-магия». Там видео, значит, про научный центр. Я его уже раз в три или четыре посмотрела. Что-то так сильно оно мне понравилось. Вот, в принципе, так, ASMR, да, вот как-то вот на данный момент, наверное, основные вот эти. Но, в принципе, подписана я и на других. В принципе, стараюсь я на линке отслеживать. Так. Много мне, на самом деле, кто нравится. Просто вот первые, которые в голову пришли, назвала. Кстати говоря, привет всем тем, кто из Санкт-Петербурга, потому что я тоже очень люблю этот город, и в том городе у меня живут родственники. Много раз там была. Мужу заветую, но я ему передам. Так, в Питере, а вот, да, как раз спрашиваю, в Питере, да, вот много раз была. Thank you guys for your compliments. В тайском боксе ложки на дали в бубен. На самом деле, не совсем так. Я вообще такая страстная натура, и хотя в тайском боксе в основном мужики и мальчики ходили, они меня даже немножко попаивались, потому что, ну, в действительности, все упражнения надо выполнять, конечно же, не в полную силу, а только там, по-моему, процентов в 30 силы, но мне это не получалось контролировать, и я постоянно чрезмерно, в общем, больно это делала людям. Вот. Ну, мне как бы, да, по разным местам тоже давали периодически, бывало дело. Айкидо, знаете, я его как-то раз пробовала, когда я была еще маленькая, но мне айкидо не понравилось. Мне понравился именно тайский бокс, потому что это был хороший способ выплеснуть вот эту вот негативную энергию, после него я была абсолютно ровная, спокойная, счастливая, улыбающаяся, вообще все мне нравилось, просто идеально. Спасибо большое, я очень рада, что видно, что я стараюсь, это, в общем, так и есть. Видео на медицинскую тематику нравится, спасибо. Будут еще видео на медицинскую тематику, я думаю, в ближайшем будущем. На вопрос про кота уже ответила. Так, Мушкин работает, ну, не знаю, насколько это хорошо об этом рассказывать, но он главный редактор одного крупного интернет-портала и руководит командой. Так, ну, я по-русски разговариваю, привет, очень милая, спасибо. If you wait next video, next video will be in the next week. Wait for it. Вам нравится, что я понимаю, что это странная вещь? Ну, это замечательно, конечно, но, возможно, это потому, что я... Ну, так, конечно, у меня в основном слова очень простые. Нужно спать, спокойных снов, спасибо большое за поздравления. Я рада, что многим, не странным зрителям, нравится русский. С днем варенья, канал, спасибо, спокойной ночи. Так, кажется, этот спам вопрос про кота. Так, ребятки, я опять что-то потерялась. Что-то тут, оказывается, так много комментов. Ага, так. Катя Ембылаева, вам большой привет. Так, у кого самое запоминающее с Аббатарком? Ну, да, есть такое дело. Одна из. Это точно. Человек живет изнутри наружу или снаружи внутрь? Какой-то философский вопрос. Я человек, который живет изнутри наружу. Наверное, так я понимаю этот вопрос. Так. Короче говоря, я поняла, что вы меня... Это... Что я постоянно смотрю вниз, вы меня ли я наружу. Я знаю, если всем не видят, у нас не остается. Что я поставлю, по-другому поставлю. Даже не знаю. Это, наверное, была не очень хорошая идея показывать вам, сколько это было. Я узнаю, наверное, ругает. Так. Так, значит... Какие любимые отмарщики уже ответила? И еще могу предложить вам посмотреть видео. 10 ответов на вопросы. Я уже на этот вопрос отвечала. Так. Получается ли у тебя заработать на этой деятельности? Ну, немножко. Ну, если честно, я вам так скажу, что... Денежки с рекламы я в основном стараюсь откладывать. Ну, так они потихонечку капают для того, чтобы поехать в путешествие. Вот, может быть, съезжу, как-нибудь, в Пеогене меня приглашало в Германию. Ну, значит, что касается донатов, когда они приходят, то я их все на данный момент тачу на улучшение оборудования. Вот. И потихоньку, в общем-то, оборудование становится лучше. Я думаю, что вы это видите. Спасибо большое за комплименты. Так. Как привлечь внимание молодого человека и заставить его думать о девушке? Интересный вопрос. Блин. Ну, если честно, вы никак не заставите, если в таком ракурсе, другого человека о себе думать, привлечь внимание... Уже меня прямо в тупик с вопросом поставили. Но я считаю, что человек, который развивается, у которого есть интересы, если девушка следит за собой, если у нее есть интересы, она как бы увлечена процессом жизни и распространяет вокруг себя эту энергию, то обязательно она привлечет к себе людей, которые заинтересуются этим. Не знаю, как-то так. Я, знаете, по-моему, то вам так скажу. Если вам кто-то нравится, а вы этому человеку не нравитесь, или он на вас внимания не обращает, то бесполезно делать что-либо для того, чтобы это изменить. И зацикливаться на этом вопросе, из этого только все плохое произойдет. Не надо. Лучше делать так. Отпустите. Спасибо, Валерия. Так. Обожаю тебя. Почему-то комменты за задержка 10 минут. Блин, слушайте. Все дело в том, что я отвечаю просто... Вот в моем окошке, да, я вижу, что тут большая задержка. Я просто отвечаю по порядку на все вопросы. То есть я просто не отвечаю, не успеваю отвечать. Котик умер, запись эфира. Ну, не знаю, посмотрим. Так. Даша старосты группы была? Нет, не была. Не может быть мне позору априори, кукареканье. Кукареку. Так. Котик не выдержал, что кого-то будут любить больше, чем его. Но если честно, я даже так думала, потому что как-то он стал сильно задавать именно после того, как я уехала из дома. Из своего. Вот. И он стал очень много времени проводить один. Мне кажется, ему стало грустно, и может быть это ускорило его конец, хотя, конечно, он был старенький. Накладные или у меня косички? Гениальный вопрос. Давайте попробуем. Вроде не накладные. Спать сильно хочется, идите спите. Покойных снов. Извините, пожалуйста, за мой кашель. Я вот... Thank you for congratulations. Привет, СМР. Вам тоже мужчина смартщиков? Блин. Сейчас скажу. Я, знаете, кого смотрю? Вообще мало я смартщиков. У меня как-то мужской СМР не очень. Но я изредка посмотрю тайную СМР, и нравится мне голос у этого. Господи. Забыла ее спросить. Я забыла, как его зовут. Про аптечку у него такое видео прикольное. Много раз смотрела. Но забыла, как зовут. Какой новичок АСМР-мания? Не знаю, о чем вы. Я сказала АСМР-магия. АСМР-магия, я к ней отношусь с большим-большим уважением. Просто меня не впрет от ее видео, к сожалению. Но я, конечно, тоже отслеживаю ее во внутренних деньх. Так, как мило. Где черпаешь дыхание для видео? Да, блин, везде. Если честно, если ты на чем-то сфокусирован, то есть, в принципе, как бы АСМР сейчас у меня занимает одно из моих мест, моих мыслях. И я на этом сфокусирована, поэтому идеи мне приходят в течение дня постоянно. А если я увидела какой-то предмет, то очень часто я, мои родственники от меня слышат, что надо будет использовать это в видео. Или если я куда-то пошла и что-то увидела, то это практически всегда повод для новой идеи. Вообще, у меня есть блокнот, в котором я в течение дня по несколько раз в день бывает записываю новые идеи, которые мне просто вот так вот сходу пришли. Но не все эти идеи проходят отбор, многие отсеиваются, как совсем бредовые, но сначала я записываю все. Привет из Смары, привет из Рашки, мутузил мужиков Даша, выводила. Каждая девочка говорит, что мутузил мужиков, чтобы ее побаивались. На самом деле, мне совсем не хочу, чтобы мужчины меня побаивались, абсолютно это не нужно. Наоборот, пусть они думают, что я слабенькая, и меня надо защищать. Так, и для них будет приятной неожиданностью, если в случае чего я буду убегать так же быстро, как и мне. Так, потому что все мы знаем, что самый лучший способ защиты очень часто это именно бежать. Несмотря на то, что вы можете думать, что знаете какие-то суперприемы. Хочется больше жестких, так, хардкорных триггеров массажа СМР. Так вот, ребятки, сейчас открою вам большой секрет. Скоро к мне приедет микрофон. Поэтому с новым микрофоном будут видео, посвященные массажу. Вот, это будет бинауральный микрофон. Приветик из Карачаева, Черкесии. Спасибки. Приложение серии про графиков будет чуть позже, пока. Пока, значит, пока не прет. Но скоро будет. Думаешь ли зарабатывать на СМР? Мне бы, конечно же, хотелось, но я не вижу это как самоцель, я вижу это скорее как следствие. Потому что если поставить СМР во главу угла и как бы стать от него зависимым, стать зависимым от этих денег, которые он приносит, то потеряется вот этот, как мне кажется, потеряется. То есть, отнесется к этому прям как к работе, которую ты делаешь по расписанию, для того, чтобы получить определенный материальный доход в месяц, то пропадет вот эта свежесть, непосредственность. И вот это будет не свобода. Я буду думать о том, что какое видео лучше выпустить для того, чтобы больше заработать и так далее. Мне это не совсем подходит. Так. Больше постукивания. Знаете, честно говоря, я никогда не пробовала таппинг, наверное, потому, что мне, в принципе, он не очень нравится, но я попробую. Какое мое любимое животное. Кот. Да, очень люблю я кисок. Когда я начну снимать видео, я не знаю, что у меня будет так много подписчиков. Не делаю мужа сеансы частного СМР. Ростиком меньше 160 сантиметров, кто-то меня боялся. Но маленькие мальчики, школьники боялись, они были еще меньше меня ростом. Это во-первых. Во-вторых, у меня было такое преимущество, мое, наверное, было в очень быстром ударе. И, в общем-то, как вы знаете, в нижней половине тела можно достаточно ощутимо так ударить. Ну, я, конечно, тоже получала там порядочно, потому, что мужчину, если разозлить, лучше этого не делать. Они, может быть, меня как-то поначалу-то жалеют, знаете, там, девочка, так это, поаккуратнее с ней. А когда видят, что я абсолютно неуправляема, тогда они, конечно, уже начинают учить меня жизни, ну, и правильно делают. Потому что женщине, конечно, не стоит полагать, что она может справиться с мужчиной. Но сейчас я знаю парочку полезных приемов, которые, в случае чего, могут мне помочь выиграть немножко времени для того, чтобы бежать, как я уже сказала. Так, Марию Стюарт Шиллера не читала, я не могу ответить на вопрос, моего детеныша зовут Егор, ему год 8. Будет ли видеофотограф, просила, я уже ответила на этот вопрос, я не знаю, будет ли видеофотограф, если у меня будет доходение, то будет. Я пью кофе. Так, Гуськов. Что-то я опять, у меня все пропало. Ребятки, задержка в трансляции, это нормально. Давайте попробуем, вот как сделать. Я открою. Так. Значит так. Короче говоря, ребята, я сейчас открыла комменты в другом окне, попробую. И тогда, возможно, будут идти с меньшей задержкой, но много придется комментов прокутить. Нет, мне так не очень нравится, если честно, мне хотелось бы ответить на те вопросы, которые мне люди задавали. Так. Так. Вспомни самые смешные и нелепые комменты, спрашивает меня Лерочка. Так. Ну, блин, что-то сходу не могу ничего вспомнить. Блин, не могу ничего вспомнить. Извини. Как вы относите, что 70% мудаки? Ну, я так не считаю, собственно. И вообще, со временем, вот те комменты, которые совсем удачные, у меня как-то подсознание научилось их фильтровать, и я, в общем, в ленте их просто не замечаю. Почему качество плохое, не знаю. Кашляет сушка на ушко. Блин, у меня сейчас микрофон-то не ушечный, поэтому не получится. Чемпион по нелепым комментам. Да, смешно. Так. Сделай хомячка АСМР. Это что такое? Мед и молоко. Блин, слушайте, у меня аллергия на мед. Молоко тоже ненавижу, поэтому не вариант. АСМР онлайн в конце не будет. Формат этой трансляции, в принципе, другой. Что-то не твой триггер не прет. Спасибо. Так, да, но АСМР не смотрела зарубежных блогеров. Я не очень смотрю, потому что, ну, как бы есть некоторые, но не очень я их смотрю, потому что мне сложно расслабиться под иностранную речь. Я знаю, что у многих это иначе, то есть просто как раз-таки, но меня как-то это не расслабляет. То есть я скорее это смотрю с целью что-то новое узнать, как-то познакомиться с тем, как это за рубежом, там, чему-то научиться. Так, happy birthday for my channel, thank you very much. Так, Даня смотрела. А, помедленнее могу уговорить. Так, сообщение не отправляться. Thank you guys for compliments. С гантелями ничего я не качаю. Так, мужское АСМР в аптечку. Дмитрий, не знаю. Блин, как же это называется там? АСМР... Не помню, господи. О, привет, Любочка. Поздравляю, у тебя и твой канал. Спасибо большое. У меня очень приятно, что ты забежала. Спасибо за поздравления. Спать расхотел? Блин. Шикардов. Так. Если вы подписались после доктора, я очень надеюсь, что вы были не разочарованы следующими видео. Потому что, в общем-то, достаточно, ну как сказать, стараюсь я делать контент разнообразный. Я знаю, что это кому-то, наверное, не нравится, кому-то нравится. И если вы подписались на какой-то определенный тип видео, то я понимаю, что другие могут у вас совсем не зайти. Но я все-таки надеюсь, что это не так. Так. Космоязыча не лечится логопедом. Да, Лерочка, держись. Тут тебя уже жизни мучат. Какой алкоголь, почитайте, крепкий. Я люблю всякие ликерчики. Я люблю всякие такие крепенькие напитки, типа всякой там кальвадоса, самбуки. Ну, не знаю, или мастера. Ну, в то же время, какой-нибудь бейлис люблю. Ну, в общем. А вот какое-нибудь вино. Водку вообще никогда не пила. Вино так, в общем, тоже я... Именно вот как алкоголь, я его не очень люблю. Я его люблю именно там с каким-то конкретным блюдом вкусненько. Ты очень здорово создаешь спасибо вследствие личного саморазвития к сынух мужчин. Если да, то что больше всего дало вам, когда и как это произошло? Ну, это комплексный вопрос. Сначала было саморазвитие, потом уже я встретила своего мужа благодаря этому. Если бы саморазвития не было, я думала, что мы бы с моим мужем не встретились. К тому моменту, как мы познакомились, мы уже прошли оба длинные путь. И, конечно же, влияние мужа, так как он у меня старше, тоже большое. Больше всего мне что дало, скажу вам честно, мне очень многое дал один психотерапевтический тренинг, очень серьезный и мощный тренинг в нашем городе. Он называется «Фиолетовый». И это зарубежный тренинг, но тренеры, которые его вели, ну, как бы это, заимствованные тренинги. Я знаю, что он проходит во многих городах, но конкретно те тренинги, у которых я его проходила, прекрасные, я их давно знаю. Они проводят, кстати, и в Питере, тоже в Краснодаре, в других городах. Так что очень советую, если вы рядом с Екатеринбургом. Вот. И после этого тренинга мне жизнь стала сильно-сильно легче. И мой муж тоже проходил этот тренинг в прошлом. И как бы вот в этой, будем говорить, тусовке мы познакомились, и не было уже у нас многих. Поэтому в отношениях каких-то таких гугров как-то все было гораздо более островым отношением, что ли, скажем. Так. Почитать на русском как-то не очень люблю такой жанр, если честно. Видео больше сорока минут. Не знаю, когда это получается само собой, то я, в общем-то, не против, но я все-таки считаю, что оптимальное. Это около 20-25 минут для видео. И, в принципе, к этому стремлюсь. Ниже ватерлиния не спортивно. Я все понимаю, но на самом деле, очень многие приемы в той скамбоксе, это не именно удар ниже ватерлинии, это угроза удара. И нетренированные мужчины даже тренированные инстинктивно отклоняют корпус в этот момент, и это дает возможность провернуть какой-то другой прием всего лишь. Так. Шедевр с медосмотром. Спасибо большое. Спасибо. Пойду кушать. Идите кушайте. Приятного аппетита. Спокойной ночи. Спасибо большое, Лерочка. Мне очень приятно, что ты зашла и внимание проявила. На выборы не ходила. Быстро пишите комменты. Спасибо вам за то, что смотрите. А СМР Мани я смотрю для того, чтобы быть в курсе и чему-то научиться, так как она молодец и уже опытная СМР-артист, но меня с нее вот как-то не штурит. Так. Зовут ребенка Егорка. Какие фильмы предпочитаете? Блин, я вообще, знаете, немножко помешана. Раньше была на сериалах. Вот. И да, вот я вот их люблю. А еще я люблю такие фильмы, знаете, с надрывом, чтобы, когда у меня какая-то депрессия, мне хочется, допустим, как-то выразить такой фильм, чтобы прям вот так проплакаться качественно. Вот я такие фильмы люблю. Пока-пока. Так. Спасибо большое. Мне очень приятно, что мой СМР вам нравится. Свои ножки в кадре показывать, наверное, не буду. Я как-то не считаю это очень эстетичным или СМРным. Где ссылка на донат? Ну, на главной странице. В районе баннера есть ссылка на PayPal, есть ссылка на Яндекс.Кошелек на WebMoney. А пока WebMoney, правда, у меня не работает. И под каждым видео я всегда размещаю все ссылки на донат. Если хотите, то я буду очень благодарна. Когда вы дойдете до этого коммента, я уже буду сладко спать. Спасибо большое. Здоровья и счастья всего самого лучшего вам тоже. Пока-пока. Всем, кто уже уходит, ложится спать. Видео с эффектом с ушком на ушко обязательно будет, когда у меня появится новый микрофон. А это произойдет уже скоро, я надеюсь. Так, больше импровизации, не знаю. Мне кажется, у меня введено много импровизации. Ну, по крайней мере, ну, как бы, конечно, есть видео, такие, скажем, постановочные. Но, в общем-то, я никогда не продумываю дословно видео. У меня всегда экспромт, только придумана общая канва. А все фразы, какие-то шуточки, моментики, которые вам часто нравятся, это все приходит в процессе уже общения с камерой, когда я уже представляю себя хорошо именно вас в виде камеры. Так, обсудили тему совместного СМР с Пилогей, да, пока мы от этой идеи отказались, потому что это достаточно много работы, дистанционно сделать видео. Если мы когда-нибудь встретимся в жизни, тему, я надеюсь, что это произойдет, тогда я сниму вместе СМР. Вам нравится видео про макияж, я очень рада, спасибо. Да-да, муж влияет, он говорит, не знаю, что вы имеете в виду, на спидке его крепче. Так, я рада, что нравится учителя японского языка. Но я бы, скорее всего, его пересниму, когда с более хорошим качеством, потому что, в принципе, сама идея мне нравится, а вот исполнить более качественно было бы хорошо. Холотропное дыхание проходили, да, классная техника. Так, Даник, этой красавицы, говори к нам спасибо. СМРщиков прибавляется. СМРщиков прибавляется. Спасибо, ребята, за вашим удовольствием. Да, 25 тысяч подписчиков. Кстати говоря, сегодня я разменяла. Это был прям такой подарочек. Был подарочек на день рождения канала. Здравлю поскорее. Ну, я стараюсь, но я прям не знаю просто, что нужно делать для того, чтобы выздороветь поскорее. Чао. Ой, 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 наша Даша, да. Покойной ночи. Так. Да, я из Екатерины Булганта. Вы правильно говорите. Какой формат и СМР вам интереснее всего снимать? Какая тематика мурашит лично меня? Я вам скажу так. Формат мне интересно снимать тот, который я снимаю. Мне не интересно снимать все время одинаковое. Поэтому я стараюсь чередовать разные, то есть чередовать ролевые игры, триггеры, искусствоведы, еще что-то, еще что-то. И именно то видео, к которому у меня сейчас есть интерес и вдохновение, именно это видео я в данный момент и снимаю. Люблю я снимать все типы видео. Собственно, да. Какая тематика меня мурашит больше всего? Ну, я, знаете, практически, если честно, сама триггерные видео не смотрю. По крайней мере, те триггерные видео, в которых нет человека, нет персоны. Когда там, допустим, просто звуки, просто руки, это я не очень люблю. Вообще, люблю, да я разное смотрю, это зависит от конкретно взянутого видео. То есть у меня нет каких-то вот таких вот четких, узких предпочтений, что вот только вот что-то одно мне нравится. Меня, мне нравится именно персона, личность интересная. Если эта личность проявляет себя в видео, то она проявляет себя и в ролевой игре, и в триггерном видео, в чем угодно. Мне это вот интересно и смотреть. Мурашит конкретно манера исполнения, а не тема. Тема, может быть, любая, а вот манера исполнения – это да. Я люблю тихий голос больше, чем шепот, я думаю. Кемпинг-видео, I will do camping-видео, in Russian, if my English-speaking viewers see this translation. Какую музыку слушаю? Вы знаете, у меня нет предпочтений особенных по музыке. Я люблю включать радио, потому что мне нравится сюрприз, да, мне нравится, как это не предсказано, что-то, что выпало мне случайно. И в том числе я часто включаю канал Орофея с классической музыкой. Как перестать лениться и начать писать курсовое? Интересный вопрос. Ну, наверное, судя по вашему комментарию, с вами это произойдет, когда уже будет край, когда вас уже припрет. Ну, а вообще говоря, лучший способ начать что-то делать – это начать что-то делать, потому что чем дольше вы затягиваете, тем меньше вам хочется приступить, потому что у вас уже как бы все профукано. Но если, в принципе, вы делаете что-то, что более-менее вам интересно, когда вы это делаете, то вам в процессе становится интересно. И когда вы начинаете разбираться в вопросе, то вот как бы этот процесс запускается, и вам будет интересно делать курсовое в комиссионном счете. Ну, а если вам нужна просто отписка, просто чтобы была, то, наверное, ждать с того момента, когда уже все сроки пройдут, и что-то вам все-таки сделать придется. Я говорю, очень классное спасибо. Сладчайших снов всем. Гадалку или гипноз? Возможно, будет. Обучающие видео, оставлять некоторые СМР-награды, чтобы веселее было смотреть. Не с тем поняла, что значит обучающие видео, что это такое. Так. Из-за сложной работы испытываю проблемы со сном. Реально не сплю по 7-8 дней, что лучше – СМР или алкоголь. Алкоголь помогает. Я думаю, что вам лучше разобраться с тем, почему у вас проблемы со сном. И из-за сложной работы, то есть как-то надо решать вопрос работы, потому что СМР и алкоголь, в общем-то, это только верхушка айсберга. И по сути вам ни то, ни другое не поможет. Айсбер, скорее всего, не поможет. Алкоголь слишком вредный, если у вас другие проблемы начнутся. Поэтому, во-первых, надо разбираться. Возможно, как раз-таки вам помогли бы какие-то психологические тренинги, телесно-ориентированные тренинги и так далее. То есть возврат к телу. Попробуйте такую вещь, как аутотренинг. Она помогает для засыпания, для расслабления. И за пару часов перед сном компьютер лучше не включать. И как бы, то есть фокусирует ваше внимание на тело, а не на вот эти вот пережмалывания вот этих мыслей, да, о сложностях, проблем с работой. Вот что могу вас советовать. Какой суп получается у меня лучше всего, блин, знаете. Ну, это надо, наверное, спросить у мужа моего. Ну, вообще, ему очень нравится, как я готовлю, и не только суп, но у него, правда, специфические вкусы. Лично я очень люблю, как получается у меня шуфа из баранины. Также я очень люблю там какой-нибудь ворочек, куриный супчик. Ну, на самом деле, у меня не такое же большое разнообразие по супам. Поэтому я их как-то в основном стала готовить уже, когда ребенок боился. Так, передаю привет Елизавете Казаковой. Привет вам большое. Да, я забылила. Я, на самом деле, уже пару недель болею. Хотела бы я перебраться в центральную часть России, в Москва, в Петербург. Да, если честно, нет. Я раньше хотела перебраться в Санкт-Петербург, потому что мне нравилась очень архитектура и настроение этого города. Но там очень плохой климат, поэтому я уже передумала. Тем более, у меня там бабушка, я поэтому хотела. Ну, в общем-то, мне нравится то место, где я живу, как место постоянной дислокации. Мне больше нравится, где путешествовать и иметь какие-то, не знаю, базы, что ли, для того, чтобы можно было какую-то часть года жить за рубежом, какую-то часть там в каком-то другом городе, где хочется. Для этого нужно иметь работу непривязанную к месту. Ну, например, такого, как блогинг, в частности, как вариант, да, или... То есть, заработок через интернет, такой, который я могла бы делать в любой точке мира. Вот. А, в принципе, то место, где я живу, меня вполне устраивает. В принципе, Екатеринбург — это большой город. Так, я имею в виду вроде уроков языка, но правильный цветный массаж головы. Что-то опять ничего не поняла, что ты сказал. Можешь еще раз мне как раз написать какое-то связное предложение, что ты имел в виду. Так, специфические вкусы. Не знаю, у кого специфические вкусы, какие специфические вкусы. Готовить любишь что больше рыбы или мяса. В общем-то, в принципе, мне процесс готовки доставляет удовольствие. Но, в частности, когда мне никто не мешает, понимаете, когда ребенок тебя за ногу держит, щиплет, кусает, еще там что-то делает, чтобы ты обратил на него внимание, в этом надо что-то приготовить, то уже не очень интересно. То есть, готовка как такой медитативный процесс мне нравится, когда я могу наедине этим заняться. Кушать я очень люблю и мясо, и рыбу, морепродукты очень люблю. Вот, еще я очень люблю, там у меня такое хобби раньше было, ходить в кафе, пробовать разные интересные блюда. И в кафе тоже пробовать разные интерьеры. Вот, вообще, очень люблю я стейк в кафе, медиум, мурар, прожарки. Привет, Австралия! Какие у меня любимые книги? Ну, наверное, я, может быть, сниму какое-то специальное видео, посвященное книгам. Но, вот так вот сходу, я бы сказала, что мне нравятся книги с каким-то мужским персонажем в виде главного героя, который обладает какой-то такой вот магической притягательностью для людей, которые с ним сталкиваются, пересекаются. Например, герой нашего времени много раз очень перечисливала. Например, у Сомерсета Мойма есть, кстати, я очень люблю Сомерсета Мойма, у него есть книга «Острие бритвы» и главный герой этой книги. Вот знаете, действительно, до мурашек вот эти вот мужские характеры. Да не знаю, ну даже там какой-нибудь герой книги «Бойцовский клуб» тоже такой странный. Вот у я вот каких-либо таких персонажей. Мне, ну то, что вот сходу просто пришло. Хотя на самом деле, ну конечно, есть много книг, которые у меня любимы. СМР кулинария как-то мне самой не нравится, поэтому я и не хочу ничего такого снимать. Кстати, мой муж говорит по-испански, не знаю, может, стоит как-нибудь попробовать сделать любимого на испанском с его помощью. Что про Екатеринбург? Я из Екатеринбурга, если вы тоже, то привет вам. Вы мафия, но не знаю, какой-то непонятный вопрос. Так, наверное, это был юмор, но мне он не всем понятен. Здравствуйте, Дарья Майер. Так, пошли какие-то... Yes, I want a hot tea. Так, о боже мой, настоящая, что это значит? Так, ты, как она любит посмотреть фильм «Земляния». Ну, может, стоит посмотреть. Что насчет фастфуда? Да, я как-то... Знаете, честно, вот сегодня я впервые в жизни попробовала шаурму. Ну, вообще, так достаточно ничего, но фастфуд мне не нравится тем, что... Ну, вот особенно сейчас, в моей ежедневной жизни с маленьким ребенком, у меня прием пищи – это сплошной фастфуд. Не потому, что это еда плохо приготовлена, а потому, что мне надо все время кушать очень быстро. И, в общем-то, мне это не нравится. Я человек совсем другого ритма жизни, я человек медлительный, и поэтому мне нравится именно сам процесс, что я пришла в кафе, я спокойненько села, и вот медленно, не торопясь, там, целый час там в своей тарелке ковырялась. Мне нравится процесс, поэтому фастфуд – это не мое, и чего-то особо вкусного среди фастфуда я не пробовала. Спасибо большое, Александр, за комплименты. Мне очень приятно. Почему стрим не АСМР? Потому что тематика этого стрима – день рождения моего канала. Один из зрителей написал, что это хороший повод для какого-то... для вечеринки, как он написал. А я подумала, что почему бы сделать такую... не сделать такую вечеринку. Это раз. А во-вторых, как вы видите, у меня кашляет. И какой может быть АСМР-стрим с моим кашлем? Это два. И третье – я не очень понимаю, как я могла бы подключить к компьютеру свой рекордер для того, чтобы был АСМР-звук. То есть для меня... Я не знаю, если вы знаете, насколько вообще возможно это или нет. Пожалуйста, напишите. Кстати, я еще хотела у вас вот что спросить. У меня такая проблема возникла, технического плана. Как я уже говорила, я... Вот, в общем, для АСМР мне пришлось купить новый компьютер для редактирования видео. И в этом компьютере у меня почему-то постоянно вылетает Sony Vegas. Хотя это достаточно серьезный по своим параметрам, как я понимаю, компьютер, почему-то постоянно вылетает. И что бы мы ни делали, там уже все формы прошаривали, все возможные варианты сделали. Если кто-то из вас когда-то работал с Sony Vegas, и сталкивался с такой проблемой, то, пожалуйста, напишите мне в личку ВКонтакте или здесь и посоветуйте, что можно сделать. Да, что у тебя появились хейтеры? Ну, конечно, появились. Вот. Ну, я вам так скажу. Хейтеры... Да, АСМР впитает в ВПК. Кстати, говорю, я тебе большой приветик. Целую. Значит, что значит хейтеры? Не совсем мне это понятно. Но люди, которые хотят как-то нагадить в комментариях, исполчить мне настроение, да, есть такие достаточно давно. Люди, которые просто не умеют корректно высказать свои замечания. Таких тоже очень много. Но, как я говорила, на самом деле сейчас я понимаю, что негативные комментарии – это очень полезная штука, очень нужная. И просто надо немного поработать над собой и, как говорится, научиться отделять мухи от котлет, да, и видеть в этом комментарии именно суть, не реагировать на него эмоционально. Иногда мне это стоит больших усилий и проходит иногда больше недели, прежде чем я смогу понять суть этого комментария и поработать над собой, над своим контентом, что-то улучшить. Иногда, когда такие хейтерские комментарии не под настроение попадают, то бывает очень больно, тяжело, об этом долго думаешь. Но, в общем-то, комментарии, которые высказаны в какой-то, ну, я не говорю, конструктивные комментарии, но высказанные в грубой хамской форме, все-таки тоже содержат в себе зерно правды. и часто они дают такой нехилый пинок под зад, как говорится. Вот. А так, в общем-то, ну, хейтеры, ну, что делать. Даша Белоглазова, здрасте. Танцевать любишь? Да, люблю, я часто включаю музыку и просто так сама с собой танцую. Мы это с детем мы любим отплясывать, вообще, он большой любитель потанцевать. НУНО ВИСКОЯ. НУНО ВИСКОЯ. Переустановите систему. А как я... Вы имеете в виду систему Windows переустановить? Я купила только вот недавно компьютер, у меня там лицензионная винда, только установленная. Ребята, вот, Максим Алексеев, пожалуйста, я сейчас просто не соображу вот этот совет, что вы тут сейчас советуете. Вы не могли бы мне его продублировать в ВКонтакте, в личные сообщения или на почту? Вот, если у вас есть какие-то советы, все мои контакты под каждым видео находятся в инфобоксе, пожалуйста, туда их пришлите. Вылетает не... Когда я просто просматриваю, когда я рендерю, вылетает, когда я пытаюсь что-то редактировать, ну, вообще, в любом мире. Ну, голос у меня, конечно, другой по сравнению с видео, что вы думали. С другой стороны, я еще болею, поэтому он несколько иначе. Так, 12 смертесток русскоязычных, твой из вас мафия, судя по всему, это не будет смешно. Почему вы стесняетесь улыбаться? Не знаю, мне не кажется, что я стесняюсь улыбаться. А вы имеете в виду, что я видела стесняюсь улыбаться? Мне просто не хочется, чтобы мимика моего лица была такая слишком напряженная. Вот, мне кажется, что лицо без улыбки, то есть не хотелось бы такой нервной улыбки, скажем так, да? Молодая, ребенок маленький, на ребенке АСМР практикует, да? Да, конечно. Ну, как, допустим, когда пытаешься ребенку спить, то, конечно же, ты переходишь на какой-то тембл голоса или на шепот, начинаешь к нему прикасаться, то есть все те же самые вещи, которые работают и для взрослого. Ага, далее, часто ли вы заказываете с интернет-магазинов? Вообще, честно вам скажу, я побаиваюсь, я заказывала в интернет-магазине только два раза в своей жизни, один раз для маникюра и один раз косметику для лица фирмы, стивак, которую никак было раньше не достать. Все, если честно, я побаиваюсь, но я понимаю, что сейчас, конечно, всем другое время и интернет-магазинами многие пользуются и нравится. Надо мне тоже как-то этот вопрос осваивать. Я, в общем, в этих интернет-делах не очень так и разбираюсь, там вот эти все вопросы с оплатой, доставкой. Ой, это все так сложно, мне кажется, поэтому у меня просто нет времени и желания в этом разобраться. Так, свистни мужу, пусть чайку принесет. Блин, муж уже ушел, он спать, потому что у нас уже 12 часов ночи. Я его сама отправила, чтобы он меня не стеснял. Оперативной памяти должно хватать, потому что я специально купила компьютер. со словами я описывала, что я буду делать, что я буду редактировать в видео, что я буду в 3дмаксе работать и так далее. То есть как бы по параметрам должно всего хватать. Но если вы разбираетесь в этом вопросе, то я могу вам прислать бумажку, на которой все написано подробно, какая у меня техника, и вы мне, может быть, дадите какой-то совет, чего там реально у меня не хватает, и вот так вот хватает у меня ее или нет. Сварь с жарфом на кружку спать. Так, здравствуйте, скорее спасибо большое. Непривычно, полный голос, но да. Ну, я рада, что он вам все-таки нравится. Я сова, и раньше у меня расписание было такое, что я, в принципе, раньше 12 или 11 практически никогда не вставала, ложилась всегда часа в 3. Так мне было комфортно. Сейчас получается так, что я часто ложусь в 3, а встоять приходится рано утром. Вот. Что значит семья лингвистов? Нет, не семья лингвистов. Так, сейчас немножко потерялась. Так, так. Так. My favorite ASMR, you mean from my videos, Roleplay, could you correct your question? I can't remember the video, but I can't remember the video. нюхать вот если ты конкретно точно знаешь что тебе надо какая то есть ты попробовал в магазине знаешь какой размер все то тут я согласна что наверное да нужно thank you guys that you worried about my health I will try to work with my как же горло сказать знаю with my нокаут очки вы сейчас привет дорогая в скетче не работаешь не в скетче не работаю когда я училась в институте я пробовала скетчап но как-то у меня не впечатлил вот в общем осваивала я 3d max вот но у меня был затор в том что тоже компьютер не тянул даша давай воздушный поцелуй в конце стрима привет герман зачем ждать конца я могу тебе сейчас его послать ну может смр я не практикую потому что у него это не производит никакого эффекта у него есть свои практики расслабление которое он применяет и как раз таки всякие аутотренинги это тоже вызывает и мурашки и всякие прочие расслабляющие штуки помогающие уснуть оздоравливающие а смр релаксинг видео спасибо большое за поздравление очень рада тебя видеть в этом чате девушка у нее замечательный смр тоже приходите смотрите очень приятный голос из Екатеринбурга случайных встреч с подписчиками меня не было наверное потому что я дома сижу сейчас с ребенком спасибо большое максим что вы отписались с ними видео макияж в смысле у меня же уже есть целого два макияжа или вы имеете ввиду они там макияж вот который я от себя нанесу да наверное такое будет еще видео так здравствуйте дарья муж испанский знает но кстати у нас есть одно старенькое видео где он участвует это видео называется что-то там ритуал блаженства но про ритуал блаженства но снят еще без микрофона на мульнице и там в конце у нас непозитивная аффирмация на два голоса мы записывали вот но он немного картавит мне кажется это даже мило но на самом деле у меня просто нет ни времени ни желания этим заниматься он себя самовыражает совсем другом и как бы поддерживает меня одежду привозят домой померишь ну да по всему наверное ну я просто очень привередливая ну попробовать наверное стоит особенно вот если с ребенком то наверное интернет магазины они бы выручали а вот Сергей П вот вы мне видимо советуете насчет компьютера я вас очень прошу напишите мне пожалуйста в контакт или на почту чтобы мы с вами пообщались потому что сейчас в чате разбираться с техническими вопросами это как-то наверное не очень я просто сейчас ничего не пойму и не запомню приезжайте в Сочи спасибо за приглашение так эм .. . 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 good morning my love и в общем то and your opinion i think спасибо всем кто любит мой канал макияж мужчине хохо заняли нишу добрая русская женщина в смр к вам относится по-другому как к своей не знаю наверное я этого не осознаю может быть потому что я не всем понимаю в чем разница в чем вообще по-другому как-то к другим относятся вы мне напишите сейчас подробнее очень интересно качественный контент спасибо большое я очень рада Настя привет тебе как готовились к медицинскому видео читала специализированную медицинскую литературу смотрела видео посвященное тому как проводят подобный осмотр вот потом ну подобрала реквизит записала всю последовательность на бумажке и вот повторяла пока не запомнила недавно до сих пор вам самое любимое спасибо по знаку я телец виги 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 дашенька большая молодец спасибо видео процедура в духе спа будет видео процедура у спухи спа у меня еще скоро появится я надеюсь микрофон виновальный и как бы это будет еще более приятно клинтона оформление канала нет рисунок который вы видите в шапке баннере канала это мой рисунок который я сама сделала это мой автопортрет синий видео а вы все равно урожки а нет подождите неправильно на уронской дороге ой блин я забыла как появится кажется я сейчас буду петь другую песню ой то не вечер то не вечер мне малым мало спалось мне малым мало спалось ой да вас не привиделось мне малым мало спалось ой да вас не привиделось так как вы относитесь к хромакея ну вообще то я уже его использовала в своих видео посмотрите видео про поезд да ведь на русском языке не знаю у нас да ведь так и говорим часов кампинг в видео и не в шаге в дуу домашних животных нет статус песни это русские народные песни спасибо большое за комплименты что ты самая лучшая из русскоязычного смр но я не очень люблю когда говорят что я самая прям какая-то лучшая или сравнивают с другими потому что говорят там ты лучший то вот особенно когда называют конкретно не совсем это мне кажется корректно хотя в глубине души мне это как-то приятненько конечно но все таки другие смортисты тоже замечательные я признаю что они большие молодцы и как-то немножко это обидно по отношению к ним есть слух и голоса господи ну на самом деле спасибо большое мне это приятно не удалять так ого я узнаю вы все-таки здесь я думала вы уже пока-пока чиколдыкнула объясните мне эти многие слова чиколдыкнула браво а смотрите мне кажется что коменты как-то выровнялись да уже просто стало немножко меньше комментов видимо поэтому я оперативно на них отвечаю браво спасибо герман лучшая девушка в СССР спасибо кстати знаете такую песню лучшая девушка в СССР очень прикольная песня это была группа которая я сделала ну забейте в поисковике так говори шептом стакан не ну если хотите я вам еще какую-нибудь русскую народную песенку спою я вообще люблю петь русские народные песни так собственно бывало ли ты когда а ну уже да группа прикольная бывало ли ты когда-нибудь в Карелии нет где-то любишь отдыхать за границей я вам честно скажу я с границей была всего один раз поэтому в свое свадебное путешествие поэтому у меня нет большого опыта в этом вопросе я просто очень часто езжу во время отпуска в Питер потому что там живут мои родственники еще часто раньше любила ездить в деревню глубокую такую деревню где раньше жила моя бабушка такая настоящая русская деревня с русскими народными песнями сеновалом и прочими радостями тёпни ткань 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 грибов блин слушай гуськов это Евгений мой дружайший блин это слово дружайший ко мне прям прицепилась короче говоря грибов не насолили потому что конкретно вот в нашей местности их вообще не было в течение или это несколько раз ходки предпринимали и так ничего и не набрали хардрок блин ну с хардроком у меня не очень поэтому наверное не получится спасибо да вот я вижу что уже как бы активность среди комментариев потихоньку спадает спасибо за душевный вечер вам тоже спасибо либо какие тематики видео планируете снимать в ближайшем будущем так я упоминала в самом видео про лаки что будет значит у меня проект готовится этот я вкратце я вам сейчас подробности не буду рассказать и раскрывать так как вы знаете что я люблю но это видео сотрудничество но это сотрудничество абсолютно на некоммерческой основе то есть просто на взаимном интересе с одним доктором вот и это будут видео которые как я надеюсь помогут многим не только как асмр но наверное подробности сейчас я вдаваться не буду но в общем вот и вот эти видео я планирую упустить в ближайшем будущем когда у меня появится микрофон я смогу это сделать на уровне потом в совсем ближайшем будущем будет скорее всего кемпинг на английском я уже его перевожу ну и честно говоря по настроению у меня это всегда достаточно спонтанно то есть я что то планирую но так очень приблизительно загребаем с утра удачи дружайший я да простите у меня да что то шарики за ролики звуки рта наверное нет мне как то это не очень близко наверное максимум неразборчивый шепот мне бы хотелось попробовать звуки рта меня смущают тем что мне кажется что это как то не знаю в общем не очень как то вообще я их просто сама не очень люблю наверное поэтому и мне кажется что в этом есть что то слишком эротичное мне бы не хотелось чтобы большая часть ленты была посвящена на комментариям на какие то порнографические темы может быть поэтому я звуки рта не делаю ну может быть я сделаю в будущем вы мне напишите если вот среди девушек есть те кто любит звуки рта то наверное это будет для меня симптомом что это не только какой то эротический имеет подтекст ну в общем что нибудь напишите что вы думаете так снимайте чаще я очень стараюсь вам тоже привет кстати говоря я родилась на Украине в городе Симферополь и сейчас да это уже за границей считается поэтому на Украине я тоже была а ну получается я еще один раз была проездом в Минске вот так что да очень много времени занимают видео ну да честно говоря многовато больших похваст спасибо большое нет я каким телефоном пользуюсь я могу прямо сейчас показать но это конечно наверное печальное зрелище вот у меня был смартфон но в результате у него разбился экран потом я экран подзаменила он снова разбился я поняла что это видимо у меня не судьба пока что хотя я понимаю что многие люди смотрят видео со смартфонов и наверное имеет смысл им все таки обзавестись чтобы понимать как вы увидите картинку на смартфонах так розовый смайлик игрушку пену а нет у меня сейчас его рядышком нет народная сами из народа не очень поняла этот вопрос что значит сами из народа ну у меня папа родился в деревне может быть поэтому он как можно так сказать что это как бы вот хорошо знаю я свою роду слогану и вот мне вот эта вот народная тема очень близка народная этническая может быть поэтому а так у все мои родственники живут в больших городах и это какие-то ученые учителя вот так слушай я люблю роллы тоже люблю больше шепота но я делаю достаточно мне кажется часто 50-50 Настя звуки рта очень хорошо почтем так простите еще раз но уж все в в неделе я не была так мой любимый иностранный язык Я честно вам скажу, что у меня всегда была любовь к японскому языку, и я пыталась его учить сама по самоучителю, еще в школе, и потом ходила на курсы, но я его и не выучила до того уровня, чтобы я могла на нем разговаривать, и не практиковала никогда, но я все еще надеюсь, что я поеду в Японию и попробую. Может быть, оказывается, я на самом деле много что могу сказать, а то я думала, что я английский не знаю, а то народ мне тут пишет, что он, в общем-то, пойдет. Это, я думаю, не, конечно, преувеличило. Видео про проводника. Матвей Прайник считает лучшим СМС. Спасибо. А какое продолжение темы вы видите, вы мне напишите, потому что хромакей есть, костюм я уже сшила, и могу использовать его еще раз, если мне понравится то, что вы предложите. Так, любимый Трио, что значит любимый Трио? Триггер. Блин, какой мой любимый Триггер? Не знаю. Не знаю, я, наверное, люблю. Моя любимый Триггер из Триггер. Я не знаю, мне нет Триггер. Мне 27 лет. Хотя, если честно, после 25 лет я постоянно стала забывать, сколько мне лет. Как я определила тему канала, почему именно блог, а не обзор, а именно СМС? Я вам так скажу. Когда я узнала про YouTube, стала смотреть видео других блогеров, то я, вы извините, я, наверное, все-таки конфетку съем, этот стрепс, может, мне будет полегче. Так вот, когда я стала смотреть YouTube, то я заметила, что очень мало видео на тему творчества и искусства. это то, что мне очень нравится, что меня вдохновляет, и мне захотелось поделиться именно этим. И я сняла одно видео, честно вам скажу, посвященное этой теме. Это было видео про, знаете, такая выставка, живые полотна с Альвадора Дали. Вот про эту выставку я сняла видео. Но это видео получилось очень длинным и очень изминутным. На 20 минут где-то. Я его сама не смогла даже досмотреть до конца. Настолько оно было скучно. Я поняла, что это не совсем мое, потому что, знаете, говорить очень быстро и по делу, и вот сделать, в конечном счете, интересное видео на 5 минут, это для меня напряжно. То есть у меня совсем другой внутренний темп. И потом, когда я, то есть, как бы эту тему для себя отложила, когда через некоторое время я подумала, что блогинг не мое, когда через некоторое время я познакомилась с АСМР, то у меня как-то в голове магическим образом все сложилось, и мне захотелось совместить свой внутренний темп и свои интересы и превратить их в АСМР. Так появились мои первые видео. Я специально сейчас открыла на несколько дней вам доступ к моим первым видео, потому что я закрыла первые два видео, настолько они ужасны. Кстати, если тут все еще есть кто-то, кто подписался в числе первых, то отпишитесь, мне будет очень приятно. Я думаю, что, не знаю, дожил ли кто-нибудь до этого момента. Так вот, я сняла видео про Айвазовского, потом сняла видео про креативную книжку про креативное мышление, ну и следующее мое видео, которое я все-таки считаю настоящим стартом моего канала, это было видео про искусствоведа, которым, собственно, я и совместила свой, как я вам уже объяснила. Наверное, поэтому. Видео про обзоры или, ну, во-первых, влоги, они в принципе никому, я считаю, не интересны, если это персона неизвестная. Если обзоры, то мне кажется, что мне бы просто это очень сильно надоело бы быстро. То есть, вот, может быть, я, как я узнаю, мне как-то посоветовал, открою в будущем канал, наверное, может быть, на мамскую тему, потому что среди вас есть много мам, периодически вы задаете мне какие-то вопросы, и мне хочется немножко более подробно раскрыть их. Но я уже поняла, что в контексте моего ASMR канала это не совсем уместно, поэтому, может быть, я открою канал для мамочек. Напишите в чате, если вам это интересно. Вот, отдельный. А если бы это был какой-то такой а-ля коммерческий канал с обзорами, то мне бы это просто все быстро надоело, и я бы и подписчиков никогда столько не набрала, потому что мне просто скучно. Хотя я сама люблю смотреть обзоры, особенно сейчас, я считаю, что это вообще на самом деле полезная штука. Мне, допустим, для... когда открыла канал, у меня появилась необходимость купить какую-то косметику, еще что-то узнать, так я в этом не сильно разбиралась. Обзоры его хорошо помогают. Так, оставить запись с этого стрима я подумаю, как пришли к самой идее съемки, сложно было ли решиться. Я не помню, как я конкретно к этому пришла. То есть, вот с тем видео, которое я первый раз сняла про живое полотно, было как-то сложенее. А вот с ASMR как-то у меня с самого начала все хорошо пошло. То есть, мне было не так страшно. Не так сложно решиться. Тем более, там не было видно моего лица в первых двух видео. Вот. Не помню, что... Знаете, когда вы делаете что-то, что ваше, то у вас все спорится. И вот с тем видео про живое полотно, как-то все не клеилось. И получалось как-то несуразно. Несмотря на то, что мои первые видео, это просто киви-ужас, которые вот я вот сейчас открыла, буквально несколько дней, чтобы любопытные могли посмотреть, сравнить, так скажем, прогресс. Я думаю, он все-таки налицо. Хотя моему каналу еще ого-го есть куда развиваться. Но я думаю, что все-таки за год прогресс заметен. Это радует. Вот. И как-то, вы знаете, после того, как я выложила первое видео, я вам сказала, что было не сложно решиться, а было сложно остановиться, потому что это не столько меня затянуло, это вызвало у меня какое-то просто помешательство, которое на самом деле до сих пор меня не отпустило, потому что, как я говорю, очень много мыслей у меня на тему ASMR все время. То есть фоном у меня всегда идет поиск тем, поиск идей там и так далее. То есть, как бы, когда я ходила на тайский бокс, я перед сном лежала, и как бы я во сне высленно прорабатывала какие-то упражнения, и даже могла там финаться и драться во сне. Вот так же у меня и с ASMR. То есть настолько я погружена в этом, была особенность в начале и сейчас тоже, что, как бы, вот так вот. Не знаю, знакомы ли вы с подобными явлениями внутри себя. Обожаю ваш опыт. Спасибо большое. Блин, что-то я потеряла. Вредные привычки. Я имею вредную привычку слишком много смотреть компьютер, потому что от этого мне часто бывает тоже сложно уснуть. Вот сейчас у меня, я бы даже сказала, что ASMR в каком-то смысле стал вредной привычкой, потому что очень много времени провожу на YouTube, но не только ASMR смотрю вообще. ночным стримом порадую. А это что? Вроде как ночной стрим. 12.20 у меня. Все круто делаешь, удачи. Спасибо. Thank you for compliments. Видеоучитель японского очень люблю. Спасибо. Взгляем варенье. Но это не мой день варенье, день варенье канала. Спасибо все равно. Привет удачного стрима. Благодарю. Лизлета Казакова. Привет вам большой. Борт проводника и на круизном лайнере в море с рассказом, что происходит вокруг. Тема приятная. Можно сделать очень много интересного. Тема борт проводника я делать не буду принципиально, потому что есть уже очень хорошее видео у джентл висперинг с борт проводником, и мне нечего к нему добавить, и вообще не вижу никакого смысла делать что-то подобное. А в принципе развить тему с путешествиями, круизный лайнер в море, или там, не знаю, космическое путешествие, или еще какое-нибудь путешествие в ядре Земли там. Я не знаю. Возможно, я продолжу эту тему. В принципе, да. Спасибо за спросик, за подробности. Я думаю, он 21. Нет. Мне не 21. Но мне приятно, что вы так думаете. Вообще мне не расходятся. Некоторые мне дают сильно меньше моего возраста, некоторые даже сильно больше. Думаю, что мне больше 30, но это редко бывает. Так. Сережки похожи на непонятно что. Не поняла. Матом ругаешься, ведь выводят же поклонники. Ну, как вам сказать. Бывает, что поклонники, точнее, видимо, это не поклонники, а недоброжелатели. Бывает, что выводят. Но вообще, я вам скажу честно, что я, в принципе, изредка использую мат. Ну, или это не мат, а просто какие-то такие грубые выражения. Мат скорее нет. Ну, иногда, наверное, бывает. То есть я в этом смысле расслаблена. И если я хочу выразить какую-то эмоцию, ее можно выразить лучше всего с помощью мата или каких-то ругательств, то я так и сделаю. Вот. Но это не только из-за поклонников. Бывает по разным причинам. Да, вот был еще вопрос про вредные привычки. Тоже скажу. Была у меня вредная привычка курения. Бросила я просто. Ну, как просто. Я в какой-то момент поняла, что несмотря на то, что мне это нравится, я от этого получаю удовольствие, мой фокус сменился, сместился на то, что моя цель быть здоровой. Вот. И я стала делать все для того, чтобы чувствовать себя лучше и быть здоровой. Принимать какие-то биодобавки, там, какой-то спорт добавила, усилила. И курение просто стало лишним. И, в общем-то, быстро у меня бросилось. То есть все зависит от приоритетов. Так, что тут еще? Каще искусствуетческая паранойя. Не понимаю, о чем вы. Видео на медицинскую тематику побольше перчаток. Постараюсь. Спасибо за просик. Привет, а вы подписчик. Андрей Захаров. Очень приятно вас видеть. Конфетки стрепчул. Блин, да я бы, в общем-то, была бы не против выпить, если бы кто-то мог мне нылить или если бы дома что-то было. Но, в общем-то, горячего чайку тоже было бы хорошо. Потому что мы уже с вами 2 часа стримим. Я без остановки тут барабаню. Так. Мамская тема. Спасибо. Даже с днем рождения я чуть не пропустила. Я очень рада, что вы не пропустили. Пришли, поздравили. Сладкоежка вообще. Я страшная сладкоежка. Но я в последнее время стараюсь больше кушать сухофрукты. Хотя это получается точно не дешевле, но я немножко надеюсь, что полезнее. Так. У меня такой пара раз в жизни не было. Что именно? По-моему, только я тоже не знаю. Кашель сильный. К терапевту сходить, попить чего-нибудь. Да я, вы знаете, кашель сильный, но я с подобными ситуациями уже обращалась к терапевтам и что-то без особого толку. Я думаю, я попробую ингаляции поделать. Мурашки от своих видео один раз испытывала, когда я делала видео про оленя, где я глажу кисточками голого оленя. И у меня были наушники вставлены в уши. И я слышала все звуки. И как-то тоже забыл делать в процессе. Вот. Это единственный раз. А так, ну, вы понимаете, для того, чтобы испытать ASMR нужен определенный настрой. Вот так в бухте-барахте даже самый потрясающий ваш любимый аспортист вас ASMR-эффекты не вызовет, я считаю. Но у меня так это работает. Свои видео я смотрю совсем не в таком состоянии. Я их смотрю с каким-то рабочим таким настроем, поэтому... Ну и вообще, это какое-то извращение немножко, наверное. Какая-то ASMR-мастурбация нет, не в мое. Так, работает неври? Что, что работает неври? Не знаю. Мурашки получил, когда военный инструктор как КамАЗ водить. Вот интересно, мне почему-то кажется, что все эти инструктора, они вообще как раз такие жуткие матершинки и все время орут. Как можно испытать мурашки в такой момент? Даша, вы прекрасны, но вы понимаете. Не знаю. Вы помните, я просила обзор без шепота. Обзор на что? Давайте уточним с колесом. Наверное, я не помню, что за обзор вы просили без шепота. Я из России. Я живу в Екатеринбурге. Это город, на борьбе Европы и Азии, на Урал-мастерах. Компьютерные игры. Если даты какие, уже отвечала на этот вопрос в своем видео «10 ответов на вопросы», посмотрите там. Так. Так. Привет, Катин Линк. I'm from England. I'm very glad to see you. Хорошо, прекрасно. Опять понимаю, не знаю, что вы помните в думу. У вас такой чудесный голос. Спасибо, очень нравится ваше видео. Так чудесно улыбаетесь, тоже спасибо, очень приятно. Какой путончик вкуснее? Сникерсман, Майснадстый Икс, Катери или Миквей. Это какое-то тестирование, наверное, определение моего какого-то психологического типа по любви к путончикам. Сникерс. Вот буквально пару часов назад съела сникерс, скажу я вам честно. Я вообще очень люблю арахисы, у меня периодически какие-то помешательства на арахисе происходят. Я жарю в духовке и могу вот такую целую огромную тарелку арахисы каждый день съедать целый месяц. Вот. Иногда бывает у меня такое. Когда у тебя день рождения? У меня 17 мая. так. Спасибо вам за все. Пожалуйста, мне очень приятно делать все то, что я делаю для вас. Надеюсь, вам это нравится. Какой у тебя любимый фильм или книга? Всегда сложно отвечать на такие вопросы. Блин. Ну, наверное, я бы все-таки выделила больше всего книгу Сомерсета Мойма «Острею бритвы», потому что я ее очень много раз причитывала и мне очень близок персонаж именно тот. Вообще, у Сомерсета Мойма много книг посвященных тому, как человек как бы идет поперек, находясь особняком в том социуме, в том контексте, в котором он родился, он находит в себе силы или он не такой, как все, и он ищет себя. Какой-то нестандартный у него возникает путь или путешествие, или еще что-то стимулирует его к этому, и он находит в свое место какой-то неожиданный поворот событий, это никому не нравится, но вот эта вот тема поиска себя, поиска своего места в жизни, своего призвания, не того, которого хотят от тебя окружающие, а того, которое на самом деле отвечает твоим внутренним потребностям, талантам, склонностям и в полной гармонии и корреляции с тобой находится. Эта тема мне очень близка. А фильм, какой он мне любимый? Знаете, мне, если честно, очень нравится фильм «Девушка на мосту», про любовь девушки и мужчины, который вот фокусник был, он кидал фокус с ножами. Посмотрите этот фильм, обязательно он очень красивый, не знаю, почему я к нему много раз возвращалась. Вообще, да, так, люблю, да, я говорю сериалы, за то, что они достаточно подробно раскрывают характер персонажей и если вы спросите меня, какие у меня любимые сериалы, то тоже, наверное, я вам много могу перечислить. Сериал «Кухня» не смотрела. Скажем, мы похожи на вас, иначе не смогу, мне очень приятно, я надеюсь, что у вас все получится. Космическое очень круто, снимите. Я думаю, что я постараюсь снять космическое, просто надо это как с проводником, да, то есть нужна подготовка, но теперь с хромакеем, а как работать, я более-менее уже собралась, надо вот с костюмами для космического или, может быть, я сделаю что-то в 3D-максе, смоделирую какую-то комнату или даже, может быть, 3D-видео 360 градусов, то есть тут есть на чем подумать. Детские сказки, в принципе, я бы записала, но я не думаю, что среди моих зрителей найдется много желающих это послушать, а сама небольшая финатка детских сказок. Сказочная женщина, ну вы же понимаете, 3D-пятьных знаков, не знаю. Какое твой любимый телешоу? Блин, телешоу не смотрю. вот этот поворот с курением, ну да, но я с вами честна, ребята, было такое дело, что поделать, я такая же, как вы, и были причины некоторые, почему я начала курить. Матьюкошница, матьюкошница, очень креативная, в плане Янули Гизмова. Я не отношусь, я даже женую, и я ребенок, и я уйду, я espero, что вы не думаете, в этом. Я был в Грице, в моей жизни, я был в Украину, и Беларусь, это все. But I want to travel more, I want to go to Japan and a lot of countries. All the world. На чем мне больше всего нравится путешествовать на поезде? Я самолетов боюсь, машина меня укачивает, и, в общем, как-то вот так. Поезд мне очень нравится. Просто поезд хорош тогда, когда, вот когда, как раньше, я не была замужем, и я не была связана, что, вот знаете, отпуск всего месяц в году, тогда каждый день очень-очень ценен, и путешествие на поезде, это уже, как бы, просто жалко этих дней. А у меня был такой стиль жизни, такая работа, что я сама определяла, когда я работаю, сколько я работаю, и могла на поезде хоть три дня ехать и наслаждаться этим, и никуда не торопиться. Вы к вам говорили о том, что вы продаете секс. Какое ваше отношение к АСМР? Нет, мне не говорили о том, что я продаю секс, и я так не считаю. У меня отношение к АСМР серьезное. Я считаю, что люди, которые просто развлекаются благодаря АСМР, это замечательно, и, как бы, я очень рада, что это, в принципе, у нас кому-то положительные эмоции, но если человек ищет чего-то большего, ищет какую-то помощь в АСМР, то он может в ней найти. То есть все-таки я считаю, что АСМР – это инструмент, который способен, если его грамотно использовать, и, конечно же, если есть такая задача, инструмент, который способен действительно помогать людям справляться с тревожными состояниями, переживать какие-то тяжелые жизненные ситуации, я об этом говорю, потому что я получаю сообщения на эту тему, и я эти сообщения стараюсь сохранять, делать скриншотики, где люди мне говорят, что я им помогла, не знаю, бросить пить, что я помогла им пережить какую-то тяжелую потерю близкого человека, что у них была глубокая депрессия, не хотелось жить, и так далее. Или просто, что у них там болела голова, видео им помогло, или что-то подобное. Я верю этим отзывам, или видео помогло остановить паническую атаку. Но в том, что АСМР используется для развлечения, в этом ничего плохого нет, и я тоже часто смотрю АСМР просто из развлечения. Но мне не кажется, что я в своих видео делаю акцент на секс. В определенном смысле случился та прорыв на моем канале, когда я выпустила видео про любимого, и позволила себе быть самой собой. Позволила себе свою сексуальность также преподнести зрителям вместе со всеми другими своими частями характера. Как бы это неотъемлемая часть меня, и вот я такая. Если я сексуально привлекательна для вас, ну вот это я. Что могу поделать? Я не могу искусственно отрезать эту часть своих видео, потому что от этого, когда я так стараюсь делать, и когда я делала это вначале, стеснялась себя, боялась, что это будет слишком откровенно, или еще что-то, то в результате это были как бы ненатуральные такие видео. Поэтому, ну, наверное, как-то около секс присутствует, но и есть, да, пара видео, где я, ну, использую какие-то фишки, которые я бы использовала в общении с реальными мужчинами, и какой-то флирт, но вот прям вот такой голый секс, мне не кажется, что это про мой канал. My English Speaking Words, I love you very much. Так. Маловество бросило. Ну, в общем, да. Мне очень нравилась эстетика процесса курения. Мне очень нравился процесс и вкус. Я любила разные вкусные табаки. Я делала там всякие самокрутки, и даже пробовала трубку. Вот такие всякие штуки. Да. Мне нравился... Вы знаете, часто курение – это просто определенный ритуал. То есть мы как бы привыкаем, мы создаем такие якорям и чеки того, что вот сейчас у меня перерыв. Сейчас я неторопливо выпью свою чашку кофе. И мы как бы даем себе программу, что вот сейчас мы от этой вот скорости нашего ритма жизни, какого-то кипиша, вот в эти несколько минут мы отдыхаем. И поэтому, когда люди пытаются бросить, им часто бывает сложно это сделать, потому что у них в этом бешеном ритме как будто бы не остается этих пауз. Они куда-то пропадают. И все время в цейтноте жить – это очень сложно. Поэтому, если вы хотите бросить курить, то вам нужно придумать. Обязательно оставить для себя эти паузы, просто делать у них что-то другое. То есть, допустим, с такой же частотой медленно, спокойно пить чашку чая, или кофе, или что вы любите. Или просто сидеть, лежать там. Вот. Так. То есть, как бы зависимость, если говорить о психологической, как мне кажется, не только от сигареты, сколько от этого процесса релакса. Что для тебя такое семья? Семья. Ну, вы знаете, тут, наверное, я не всем понимаю, что вы спрашиваете, но для меня семья – это я. То есть, само слово «семья» содержит в себе ответ на этот вопрос. Семья. Да, это самые близкие люди, конечно же, для меня мои любимые, самые близкие люди. В первую очередь, если раньше моими самыми близкими людьми были мои родители, то, когда я вышла замуж, я поменял свою фамилию, и это было своего рода символом того, что теперь самый близкий родственник для меня – это мой муж в первую очередь. Ну, естественно, мой ребенок. Как бы это, может быть, грубо не звучало, но теперь все остальные родственники для меня все-таки уже как бы на последующих местах. Вот. Но я очень семейный человек. Почему? Мне очень сложно представить себе, что я жила в другом городе, потому что я очень привыкла много времени проводить со своей семьей, очень люблю с ними общаться, и совместные семейные посиделки, праздники, походы, то есть вот этот вот групповой досуг, я его очень люблю, и вот как-то так. Извините, ребята, я съем еще один стрепсил, потому что что-то совсем... Так. Сейчас я просто пытаюсь спросить на английском, но сложно на другой язык перейти. Так. Sorry, my dear English-speaking viewers, that this translation most in Russian. Maybe in the future I will do English translation, but I need to learn English for this, because I don't know more words that you used, which you used. I will study, and I will do this in future. Thank you. Приболела, да? Безоравьте скорее. Я постараюсь, смотрю только вас. Но мне это очень приятно, но я думаю, что могу вам такое посоветовать, хотя, что лучше все-таки осмортистов, как мне кажется, чередовать, чтобы не было привыкания, тем более сейчас есть много новых, каналов качественных, развивающихся. И уже есть те, кто уже там чуть больше года на русскоязычном ASMR делают видео, такие уже продержавшиеся, кто начал примерно в одно и то же время со мной, чуть раньше. Ну и, конечно, строчков никто не отменял. Но смысл в том, что как бы лучше чередовать, чтобы... Конечно, если у вас какого-то вот... ничего не навязываю, если вам нравится смотреть меня, я очень рада, всегда вам рада. Но есть и другие замечательные каналы. Поздравляю с днем рождения вашего канала, спасибо большое, успехов в отличных видео. ASMR с кинетическим песком... Вообще, у меня есть кинетический песок, но я не придумала, как я могла бы его использовать. Я хочу сказать, для моего английского зрения, спасибо за просмотр, спасибо за просмотр, что вы видите мои видео, комментарии, подписки, подписки, спасибо за просмотр, Это очень важно для меня и для моего канала. И я хочу сказать, что это немного трудно для меня, чтобы менять язык и говорить в двух языках. Но, в то же время, это очень сложно для меня, потому что я не спрашиваю для вашего английского вопроса. Извините за это. Я надеюсь, что вы меня понимаете. Это для вас. Так. Как справиться с депрессией? Твои советы? Видео на эту тему. Если честно, мне сейчас кажется, что видео с темой, как справиться с депрессией, немножко депрессивно по самой своей сути в названии. И это как бы не очень так АСМРно, не знаю, что ли. То есть какие бы я могла бы дать советы? Я считаю, что нужно чувствовать себя. Если у вас сейчас депрессия, то в первую очередь надо себя торопить. Нужно дать себе время для того, чтобы прожить это состояние. Дело в том, что настроение человека в норме идет по себе. Всегда есть вершинки и какие-то падения. И искусство в том, чтобы научиться подольше задерживаться на вершинке, на подъеме своего настроения. И побыстрее проскакивать через вот эту вот мизину. Когда мы, вот если представьте себе, вот вы чувствуете, что ваш тонус и настроение падает, и вы вот как будто, когда вы спускаетесь с горы, и вы так э-э-э, пытаетесь как-то вот, знаете, вот как бы лишь бы не спустись, как-то затормозить этот процесс, то это все равно произойдет. Просто это произойдет гораздо медленнее. А если вы сбегаете по горе, то вы потом еще и на этой инерции быстренько поднимаетесь снова наверх. Поэтому первое – это принять это состояние, что да, у вас иногда бывает депрессия. Это не значит, что вы в целом несчастный человек, из-за этого у меня бывает депрессия. И у всех бывает. Надо позволить этому состоянию быть, прожить его. и, наверное, да, есть какие-то моменты, которые в течение жизни каждый для себя находит, что ему помогает. То есть если это депрессия не связанная с каким-то тяжелым жизненным событием или какой-то проблемой, если это проблема, то понятно, что проблему надо решить. То есть, как говорится, или измени ситуацию, или измени свое отношение к ситуации. Часто изменить отношение к ситуации бывает гораздо сложнее. По-разному бывает. Значит, если это какая-то конструктивная проблема, проблему надо решить. Если это просто депрессия, непонятно от чего, такая русская тоска, то тут у каждого свои средства, да, кому-то подходит. Посмотреть фильмы, почитать книги, которые созвучны твоему настроению, состояние для того, чтобы, как я сказала, усилить это ощущение, и тем самым быстрее перейти через эту низину, да, и начать карабкаться наверх. То есть, не надо перебивать свое состояние позитивными фильмами и всякое такое прочее, и делать вид, что у вас все хорошо. Вот. Потом, я думаю, что хорошо помогают физические методы выражения этой эмоции. То есть, депрессия, как бы, это, знаете, уже такая очень забитая эмоция. То есть, как бы, это уже такой край, да, потому что перед депрессией, скорее всего, были какие-то невыраженные эмоции. И мне кажется, что очень хорошо помогает работа через тело. То есть, когда вы начинаете заниматься спортом, когда вы занимаетесь особенно энергетически затратным спортом, таким как, ну, тот же тайский бокс, или какими-то вот такими энергетически затратными практиками, то ваше тело автоматически оживляется, и происходит выплеск этих эмоций. И вы, как бы, да, вот такой тоже совет. Так. Так. Представляю с дверой твоего канала. Спасибо большое. Видосмотр 340 тысяч просмотров набрал почти, что спасибо большое. Да, это очень много. Сам такое уже мнение об инструкторах до этого случая прикольнее. Так. Так. Сказать какую-нибудь фразу в стиле СМС. Это очень смешно, конечно, что я с кашлем пытаюсь это сделать. Привет, мой дорогой зритель. Мне очень хочется, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты крепко спал, чтобы мои виды носили тебе только радости. Я все буду делать для этого. Мы скоро встретимся. Поверь мне. Вот так. Так. От арахиса щеки растут ли асмортистки беда? Не знаю, у меня ничего не растут. Щеки у меня растут в последнюю очередь. У меня пузо растет в первую очередь. Вот. Но я вообще небольшая любительница диет. Я считаю, что лучше энергозатратный спорт после того, как хорошо вкусно поел. И это как раз таки очень поможет для того, чтобы депрессии не было. Потому что ограничивать себя в чем-то, чего тебе очень хочется, это последнее дело. К тому же я все еще кормящая мама. Поэтому я считаю, что мне надо кушать то, что просит мой организм. Так. Как относишься к религии? Ты религиозный? Давайте так разделим. Есть люди крещеные, есть люди верующие, есть люди воцерковленные. Я отношусь к категории крещенных верующих. Но не воцерковленных пока что, по крайней мере. К религии, к институту церкви я отношусь, ну, как бы есть моменты. Потому что я достаточно неплохо в связи своей работой знаю институт церкви изнутри. Поэтому у меня есть определенный скепсис та и недоверие. Но, в принципе, в вере как таковой, не знаю, как жить без веры. Бывают ситуации, когда вы чувствуете… Вы просто… Вот когда это с вами происходит, бывают ситуации, когда вы прям физически чувствуете присутствие Бога в этом мире. И после того, как с вами такая ситуация произошла, не обязательно что-то плохое, ну, вы просто верите в Него. И институт церкви – это уже немножко другое, я к этому так отношусь. Я замужем, да. Очень красивая, спасибо. На самом деле, во многих моих видео мелькает это колечко. И, собственно, я его никогда не снимаю, поэтому люди, которые продолжают задавать мне вопросы, там уже мелья… Вот он и ответ. Очень красивая, большое спасибо. Сейчас парить можно, не знаю, что имеется в виду, парить, что тут вообще не знаю. Что они считаются за границей, не знаю. Какой любимый предмет в школе был? Блин, слушайте, так есть, чего-то захотелось. С разговоров от Сникерсов до Арахисов. Какой любимый предмет в школе? Так, в школе, в школе… Ну, блин… Вот знаете, я в школе была отличница. И вообще, я очень любила ходить в школу, я прям бежала в нее. Мне нравилось очень много предметов. Мне нравилась и математика, и литература, и история. И, наверное, больше всего я любила химию и биологию. И, в общем-то, я хотела стать врачом долгое время и готовилась к этому. Но, все-таки, конечный мой выбор упал на творческую сферу, потому что я поняла, что, несмотря на то, что мне это близко, нравится, и, может быть, врач бы из меня хороший получился, но, все-таки, цель на все мое существо – это творческая натура, и мне будет сложно существовать в рамках строгой дисциплины, которое требует медицинская сфера. Вот. Поэтому, может быть, в каком-то смысле я в виде родливых игр, в виде того, что я знаю, что в каком-то смысле для некоторых я выступаю в роли целителя ваших душ и сердец. Это меня утешает. Я в этом как-то реализуюсь. И тот факт, что я еще имею возможность походить в белом халате – тоже очень прикольно. Наверное, если мне надо больше делать ролевых на медицинскую тему, тем более, что это всем так нравится. У меня нет ни кошки, ни собаки. Приезжай в гости. А куда? English, please. Блин, что так на сходу-то сказать на английском? Даже не знаю. Я люблю тебя, ребята. Все мои скидки для тебя. Ты лучший. Блин, даст. Что-то тут какая-то переписка на английском между участниками беседы. Это все игры мозга. Он непонятен, как бесконечная вселенная. Я не знаю, к чему относится этот комент, потому что я лею, то читаю с большим опозданием. Beautiful, thank you. Так, night space, thanks. Как ты относишься к пирсингу и татуировкам? Есть люди, на которых мне нравится, как выглядит пирсинг и татуировки. Но пирсинг реже, как-то это часто бывает отвратительно. А вот татуировки мне часто очень нравятся. Но конкретно для себя я это не очень рассматриваю. Но пирсинг категорически нет, потому что я боюсь просто этих всех проколов. А татуировка, ну, мне кажется, это тоже не мой вариант. В частности, потому что я такой достаточно непостоянный человек. И что же я буду делать, когда эта татуировка мне надоест? А такое, скорее всего, произойдет. Вот это, я думаю, было бы глупо. А так, на других людях мне нравится. Я нахожу так в силам и эстетичным и интересным. Ам... 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 Так... Ам... 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 Так... Всем спасибо. Ам... 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 К complain... Как будет, по-английски, подготовиться, что нам надо подготовиться? Я забыла. Поблема... Так... Загадайте ли желание, то, что бы ты загадала. Ну, не узнайте ли. Наш Лозавета Казакова, у вас очень много вопросов, и они все-таки интересные. Спасибо большое. Мм... Знаете, я живу настоящим моментом. Настоящее время. Поэтому, если бы прямо сейчас я могла загадать три желания, то я бы, не знаю, наверное, загадала себе большую кружку зеленого чая с жасмином, я бы себе загадала вкусный бутербродик с соусом, песто, сыром и помидорками. И если бы вместе с вами, и еще я бы загадала, наверное, почувствовать себя здоровой, чтобы моё горло прошло, вот, а какие желания я бы загадала в другой ситуации, это все очень переменчиво. Я старичок, и меня обидно. Так, целый вечер то захожу на трансляцию, то похоже, а то все не спишь. Слушайте, ну вообще, я уже два с половиной часа, ведь трансляция, ну пока вроде вопросы есть, но, наверное, скоро будем закругляться. У меня сейчас час ночи. Да, great, thank you very much. Goodbye, everyone. Goodbye. Дарья, you do fantastic job. Oh, guys, maybe, when I read your comments, it's pleasure for you. I don't know. Have a good day, night, people. Kisses for me, yes. It's okay. She's brilliant. Thank you very much. Сделайте основное видеоурок по-английски. Я не настолько хорошо знаю английский, точнее, я плохо знаю английский, поэтому я никому ничего не могу научить. И в этом вопросе, и даже когда меня иностранцы просто сделают урок русского по-английски, то мне это тоже сложно, потому что я, кстати, без понятия, как кого-то научить можно русскому. И нужно, как минимум, хорошо знать английский для того, чтобы объяснить особенности и отличия английского от русского. Для того, чтобы сделать... Я могла бы, конечно, сделать в игровой форме урок английского каким-то базовым вещам. Вот, но на самом деле то, что я поняла вот как раз-таки из тайского бокса, это то, что база... На самом деле научить базе по-хорошему может только тот, кто хорошо знает на очень высоком уровне. Но, конечно, в формате ролевой игры, наверное, это можно было бы сделать, почему бы и не. Как же это? Забота? Вы очень внимательны, человек. Спасибо. Мои kisses for you. Как же это? Пикки-вики? Пикки-вики – это мой любимый пик. Так. Это называется скважина симпульса. Что именно? Не поняла. Так. Тут что-то много на английском. Я вот, блин, когда я разговариваю на русском и читаю английский, в основном это для меня выглядит как-то рыбарщина. Ничего не могу с этим поделать. Так. Так. Спасибо, Дашенька, большое. Пожалуйста. Пожалуйста. Откуда этот шрам? Расскажите, если не струднит. Да, спасибо, Елизавета. Рассказываю в ответах на вопросы. Посмотрите. Шли вторые сутки трансляции. Ну, я рада, что даже под мой кашель вам удается поспать. Может быть, это новый триггер? Я не знаю. Ну, вкратце о шраме меня кошка где-то где-то посарапала. Если это очень не обволнует. У тебя бывает безживю. Как-то можешь объяснить этот феномен? Блин, бывает иногда. Но редко. Как-то никогда не задумывалась об этом. Поэтому, наверное, я могу объяснить это разве что тем, что, в принципе, у человека в норме достаточно сильно развита интуиция. И это нормально. То есть, как бы сказать, та часть, которую мы можем контролировать сознанием, очень маленькая. Там это, по-моему, до 10% та часть мозга. Остальное все подсознание. В подсознании копится вся информация. Все, что мы видим, все, что мы слышим, слышали. То есть, как бы, наш массовый состояние на уровень сознания все это одновременно выводить. Потому что мы бы сошли с ума и как бы был бы перегруз. Но вся эта информация, тем не менее, находится в подсознании. Она участвует при выборе, при принятии решений. И в том числе, может быть, дежавю каким-то образом происходит из-за того, что на самом деле мы можем гораздо больше предчувствовать о том, что произойдет. Какой-то больше знаем о том, что происходит, чем вам кажется. Так, привет, привет. Спасибо, спасибо. Возможность пообщаться. Я рада, что вам понравилось. Пообщаться был голосом. Так, crazy D. In the start of translation, I speak in English a little bit. And I said my thanks for you and other things. And this translation will be posted on my channel on a few days. And you will see the start of translation. And I hope you will not disappointed. I hope you will not... I hope you will not... Как же сказать за... В лицо-то забыла. В лицо-д лицо. В лицо не важно. I hope you will not understand my situation. And I plan to do something special for my English speaking viewers, because in this translation I can't answer for English question. Sorry. Любим тебя? Я вас тоже люблю. Так. Good morning, my love. Любимая игра. Thank you for your opinion. To be honest, I love this video too. Какая у тебя мечта? У меня мечта... Вы знаете, в какой-то момент я оглянулась вокруг и поняла, что вокруг очень много несчастливых семей, несчастливых людей, людей, которые просто существуют, они живут. И моя мечта... Я стала наблюдать за людьми и выделять в них тех, кого я ощущаю как счастливых людей. Их оказалось немного. Но моя мечта быть счастливой и не просто встать ей в какой-то момент, потому что это не состояние минуты, а именно быть. То есть сохранить это... Суметь сохранить это счастье, пронести его сквозь всю жизнь как бы фоном, найти этот путь к счастью. Вот. Вот это моя такая мечта. Kisses to you, Dary. Thanks. В过些 с добрых медсестров есть разные жизни не встречаешь. Вообще разные бывают, я встречала. Особенно медсестры, которые еще начинающие молоденькие, не только медсестры врачи. Они бывают очень добрые, ласковые, заботливые, так же те, кто работают с детьми тоже. Ведень планирование, ванно седракцион 2. Я хочу сделать видео для мужчин, как ведень планирование, вателье, не знаю как это. Дресс, дресс, дрова, дрова. О, мой английский, «брохот». Я люблю тебя, дрова, дрова. Он очень сильный, я люблю тебя. Я люблю тебя, дрова. Я люблю тебя, дрова. Очень серьезно, спасибо. Я готовлюсь к английской версии. Я буду делать английский версию в этом видео. Уникальный способ завлекать мини-кай-тамбур успех. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под завлекать. Так, подготовиться к припьям. Yes, да, спасибо. Ложки на секс не каждую ночь. Потрясающий комментарий, конечно. Если у вас были дети когда-нибудь, то я думаю, это было понятно и без трансляции. Так, когда будут ближайшие видео на мед тематику? Наверное, скоро. Когда я получу свой новый микрофон генеуральный, тогда и будут видео на мед тематику. Потому что хотелось бы сделать лору, например. Вот так. Ну, рады второй час ночи. Отпустите девочку спать. Ну, наверное, до трех часов я посижу. Трансляция уже 2.45 лится. Поздравляю, здоровая моего замечательного канала. Спасибо. Каким цветком ты бы себя характеризовала? Какой прикольный вопрос. Мне очень нравится цветок, если это так можно высказаться. Все считается, что женщины любят розы. И в каком-то смысле это правда для меня. Я совсем не люблю единичные такие розы на палке с шипами. Как-то вообще меня не трогает. Но вот когда на веточке много-много разных разноцветных розочек, вот это я очень люблю. Я вообще очень люблю такие бабушкин букеты, знаете, которые составлены как-то более по-простому. Без вот этой всей вот мишуры украшаловки, там, целлофанового пакета, там, что-то там, какие-то блестки. Это мне все не нравится. И вот такой цветок, может быть, он в каком-то смысле символизирует мою переменчивость. Вот такая розочка. Поэтому я бы сказала, что этот цветок может быть про меня. Каждый раз переключаю сюда в мою одежду, чтобы этот плюс уже в состоянии ты меня можешь. Да, смешно. Так, поздравляю за рождение твоего канала. Спасибо большое. Правда, живешь-то кому интересно. Надеюсь, снова снесся сначала, пока ты не выпьешь так. Так. А что это за крики под окном в час ночи? Не знаю, я не слышала никаких криков. Авторство о коме. Да, я поняла, что мама в секрете. Да, мама в секрете. Так. Правильно поняла. Уже, конечно, я чувствую некоторую усталость. Это очень красиво. Спасибо большое. Я была только в Греции. И я надеюсь, что я буду путешествовать больше в моем дальнейшем жизни в будущем. Вот так вот скажу. У меня нет водительских прав. Не думала ли я изучать психологи? Полезные практики для релаксации и психического здоровья? Ну, как вам сказать? Мне кажется, что СМР – это и есть ответ на этот вопрос. Полезная практика для релаксации и психического здоровья. Которая совмещает себе с одной стороны это, и совмещает мой интерес к творчеству и визуальной, как бы, составляющей этого всего дела. Поэтому я считаю, что это для меня идеальное занятие. С каким цветком вы в ветах мне кактус? Дорогой мой, я узнаю. Я, блин, даже не знаю, с каким цветком я вас могу сассоциировать в ветах мне. Мне так нужна ваша любовь и нежность, а вы так часто на меня буркаете, меня это расстраивает. Вот. Так. Не say my name right. Kevin Palacios. Sorry if it was not correctly. Очень милая, спасибо большое. Какие СМР-каналы вам по душе? Я уже на этот вопрос отвечала в трансляции, так как я, скорее всего, пару дней ее удалять не буду, то вы сможете посмотреть, хотя это, конечно, будет сложно найти. Но также я отвечала на этот вопрос в видео 10 ответов на вопрос. Какие каналы вам по душе? Кто-то не нравится смотреть это видео, спасибо большое. Так, ребятки. Я смотрю, что активность в комментариях потихоньку падает. И, наверное, у меня один ребенок. Какие фильмы нравятся? Такие, которые вызывают бурные эмоции и, в общем, такие, чаще всего, слезы. Фильмы, от которых можно пора плакаться. Так. Наверное, я буду завершать уже эту трансляцию, потому что она уже длится практически 3 часа. И я уже... Это Яна Колесникова. Ждала трансляции с днем рождения. Спасибо большое. Я уже, наверное, буду трансляцию завершать, потому что для того, чтобы приблизить момент исполнения моей мечты, покушать, выпить чайку. Вот. Сейчас, наверное, я скажу что-нибудь, попытаюсь сообразить на английском, но просто уже поздно, и я плохо соображаю. Так. My dear English speaking verse. I want to say thank you that you've been with me in this non-English translation. Thank you very much. And go to sleep. Three dreams. I will go to eat and drink my tea and go to sleep. My English sleep too. Позор. Итак. Good night, my dear. I see you. Так. Значит так. Ждала спокойно ночи, Дашенька. Спокойно, Даша. Молодецких прав нет. Мужской СМР. Попробуйте. Вы пока не попробуйте, не узнаете. Если вы откроете первое видео на моем канале, которое я специально открыла в честь моего дня рождения, вы поймете, что первые опыты, они чаще всего, ну, конечно, не самые удачные, но только если делать первые шаги, то вы будете совершенствоваться и становиться все лучше и лучше. Это гораздо лучше, чем просто думать о том, что делать что-то или нет, лучше сделать. И если вы не почувствуете в себе этого горения и энтузиазма, то вы просто не станете этого делать. И, как бы сказать, ваша внутренняя энергия также не будет тратиться на обдумывание этого вопроса. Стоит или не стоит, а стоит или не стоит. Смотришь ли ты мультики? Ну, с ребенком я сейчас смотрю. It will be in visage. Лучший смр-канал. Спасибо большое. Так. Конвертизация на 25 тысяч субстриберов. Спасибо большое. Я очень рада, что у меня есть так много субстриберов. И особенно, что это на днём. Это на первый день of my channel and so much subscribe. It's very cool. I love you. I love you too. Bye-bye-bye-еньки. Congratulations. Keep eyes smiling. I will do. Пока-пока, мы любим тебя. Хатких знал, Дашенька. Что за чума, старухи? Клинтон не поняла вопрос. Покойной ночи. Как отправить ей письмо или посылочку? Так. В общем, если вы говорите именно про письменное письмо или про посылочку, то вы, наверное, можете связаться со мной в личных сообщениях. И я подумаю, может быть, я вам дам свой личный адрес, потому что уже было такое, что мы обменивались посылками с некоторыми зрителями. Но это, в принципе, всё-таки в порядке исключения, потому что, ну, вы понимаете, не совсем безопасно свой адрес как-то раскрывать. Ну, и раз появился такой вопрос, то, может, я что-то про это придумаю. Так. Спокойной ночи. Только узнала в этом канале, что влюбиться. Я очень рада. Спасибо. Как ты три часа держишься? Блин, не знаю. Сама как-то держусь. Так. По-английски стрим. Да, трансляция стрим по-английски. Так. Короче говоря, Hi from Portugal. В общем, проблема в том, что мне сейчас надо как-то отключиться и при этом, чтобы трансляция сохранилась. Новых кей, больше подписчиков. Да, было бы здорово. Ну, знаете, иногда у меня бывает такое настроение, что мне хочется, чтобы канал развивался быстрее. Но это мне мешает создавать ASMR-видео. И я стараюсь возвращаться в состояние, когда мне важнее то, что я сделала, а не эффект, который я от этого получаю. Поэтому я стараюсь больше на этом концентрироваться. Но я, конечно же, надеюсь, что будет больше подписчиков и больше идей. Спасибо за трансляцию. Спокойной ночи. Спасибо от души. И вам спасибо. Тоже не думала, что будет столько интересных вопросов. Единственное, что, конечно, с английским подкачала, но для меня это пока невозможно. Параллельно на двух языках прям вот фан-данс. Так, ну сейчас мне надо выключиться. Для этого мне надо куда-то нажать. Куда-то нажать. Так, у меня просил Герман. Дайте вам прощальный поцелуй. Я с удовольствием это делаю. Спасибо вам за эту трансляцию. Вы у меня самые замечательные. Мне было очень приятно сегодня также с вами пообщаться. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Что-то было для вас интересно, потому что я, честно скажу, что я немного стеснялась того, что вы услышите мой естественный разговор нормальным голосом, еще и с кашлем. Все было круто. Вы молодцы. Вопросы были прикольные. Очень интересно было на них отвечать. И я плечена такому вниманию с вашей стороны. Еще раз повторюсь, что спасибо вам большое, что вы у меня есть. Без общения со зрителями, в комментариях и так далее. Канал не существует. Вы такие же соавторы моего канала. Вы для меня очень важны. И я надеюсь, что вы продолжите проявлять активность на моем канале. Даже если вы оставляете под каждым видео комментарий. И я всегда, всегда для меня очень важно увидеть, что знакомые лица, что они все еще со мной. Вот. Это вот такая вот поддержка, как бы такой противовес, который помогает мне держаться, когда я получаю негативные комментарии. Что хамские, что просто конструктивные. Но это бывает сложно, когда ты там очень сильно старался, перезаписал видео несколько раз, там не засыпал еще что-то ради этого. А потом там, что-нибудь тебе бывает такое писанут, наступит на больную мозоль. И, конечно, когда в этот момент, одновременно с этим вы мне пишете что-то хорошее, то это помогает. Вот. Так. Почему я еще все еще в трансляции, я не пойму. Кажется, я ничего не нажала. То, что надо было нажать. Куда теперь я должна перейти? Ага. Так. Мне теперь что делать? Я немножко захоталась. Как мне себя видеть-то? Где переписка? Подожди. Почему-то в чат я не вижу. Я ничего не вижу. Он все знает. Где они мне это говорят? Я не вижу. А, о. Так, наконец-то. Надо только, чтобы на полок нам было. Простите, ребята, немножко тут это, технические моменты. Сейчас я разберусь, где ваша переписка. Мне надо поменьше, чтобы у окошечка вернуться в чат. Включу снова. Так. Все. Так, ребята, я вижу то, что вы мне пишете. Напишите, пожалуйста, вы меня слышите, хорошо или нет. Потому что я немного переживаю, слышно ли. Возможно, вы меня слышите с задержкой. Плюсик, это значит, что все слышно, да? А, все. Отлично. Звук громче. Не могу сделать. Сделала на максимум. Слышно хорошо. Все хорошо. Как в пещере. Так, ладно. Подождите секундочку, пока не пишите. Спасибо за помощь. Да, я поняла. Никак. Я не могу смотреть в камеру и... А, эхо, короче. Закрой дверь, пожалуйста. Эхо. На самом деле, просто в комнате. Ребятки, гул, потому что, на самом деле, я сейчас в большой комнате и здесь достаточно сильное эхо. А когда я делаю запись ASMR, то я всегда против эхо применяю активные меры. Так. Хорошо. А, так. На самом деле, ДРЭК канал 24 октября... Какого 27 октября? Нет. А, 24 сентября ДРЭК каналу, потому что... Спасибо вам большое всем за поздравления. Сейчас я попытаюсь, может быть, камеру как-то ниже расположить. расположить. Сейчас, секундочку, простите, пожалуйста. Пониживаю, расположу, и чтобы у меня было нормально видно. Так. Секунда. Секунду, секунду. Я опять потеряла нашу переписку. Thank you, guys. Так, ребятки, сейчас я запуталась опять. Тут это не все так у меня гладко. Я себя не вижу. Большая путаница. Теперь я не вижу ваших сообщений. В одном окне. Так. Значит, ребята, вы меня нормально видите целиком, мое лицо, потому что я тут запуталась. Короче говоря, если вы не против, трансляция сейчас будет на русском преимущественно, но привет Светлане Тешевой. Ага. Значит, сейчас я перед началом трансляции хотела пару слов сказать на английском, потому что чтобы англоязычные зрители не слишком расстраивались. Да, и сразу извиняюсь, я болею, поэтому я иногда буду очень громко. Я надеюсь, вы не оглохнете. Спасибо большое, что вы считаете, что у меня хорошая СМР, я вкладываю душу, мне очень приятно. Сейчас пару фраз скажу на английском, а вы, пожалуйста, мои русские зрители, посидите, немножко подождите. Немножко только сложно переключаться с одного на другой язык. Так. Hello, my English-speaking friends. I want to say a couple of phrases in English for the start, because this translation will be mostly in Russian language, but I know that you love my accent and I want to say a few phrases for you. At first, I want to say a big thanks for your subscribe, for your comments, for your support and I've not said that before, but I'm very appreciate and a big big thanks and a big thanks you for your denotation, especially for my friend Forrest. If you see this translation, you 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 know what I mean and many of you thank you English video will be soon I think it will be in the next week now I'm a little sick and sorry for this what на этом I will talk in Russian mostly так друзья мои не будет по-английски весь стрим просто просто у меня практически половина аудитории англоязычная поэтому мне хотелось сказать несколько слов на английском вот но теперь я абсолютно то же самое хочу вначале сказать по-русски вот а потом уже мы перейдем к вашим вопросам если они у вас есть значит весь этот год день рождения моего канала 24 сентября по той причине что кто мог подписаться после этих видео кстати если среди вас есть те кто подписался то когда я выкладывала свои первые два видео то пожалуйста отпишитесь мне будет очень интересно узнать остался ли кто-нибудь со мной с этого момента ребятки я на ваши вопросы буквально через 5 минут начну отвечать поэтому вы пожалуйста их повторите вот вот тут я вижу как-то первые узнала про смр просто хотела сказать hello так вот я хотела вам сказать спасибо большое за то что вы смотрите мой канал дали ему предпочтение и я очень рада что вас нашла спасибо большое за ваши комментарии потому что ну как бы тот прогресс который вы видите на канале все это благодаря благодаря вашему комментарии благодаря тому что мы коммуницируем надеюсь вы меня сейчас хорошо слышите я на этот счет немного сомневаюсь потому что я до себя не слышу напишите пожалуйста в чатик ладно так так вот и особенно хотела благодарность выразить Герману и Венису это ребята которые мне иногда помогают с каналом особо благодарность хотела выразить тем зрителям которые Маргарита да спасибо я знаю что вы со мной с самого начала очень приятно спасибо спасибо так вот так вот особенно хотела сказать спасибо тем зрителям которые подписались в числе первой тысячи потому что Кристина из Нателло привет потому что первую тысячу я набирала три месяца это было очень долго и достаточно сложно и те зрители которые со мной на самое начало вы как бы моя главная поддержка что не умаляет конечно же ценности всех остальных я вас всех люблю и спасибо ребята за комплименты к моим видео это очень приятно вот и также я этого прежде никогда не говорила но особенно также хочу поблагодарить тех кто присылает свои донаты привет Логеевка да ты с первой тысячи так вот с тем кто послает свои донаты потому что в России это не особенно принято и тем наверное особенно ценно я помню что в те моменты когда мне казалось что то что я делаю не особенно кому-то нужно ого даже кто-то из первой сотни а я замужем да очень быстро отвечаю так вот когда ты не уверен в том что то что ты делаешь действительно кому-то нужно и человек делится с тобой кровно заработанным ну как бы я считаю что если нет асмр на стриме не будет ребятки я вам больше скажу мало того что я замужем у меня еще есть ребенок некоторые знают об этом тоже вот значит и да спасибо вам большое за ваши комментарии это не просто что-то очень приятное это очень важная обратная связь которая помогает именно найти этот путь усовершенствования улучшения итак ребята зря про замужество рассказала я этого никогда не скрывала и уже много раз упоминала что я замужем и про ребенка тоже говорила потому что мне в общем-то не хочется чтобы на канале задерживались те люди которых в моих видео привлекает только ну вы понимаете эта мысль что мне бы не очень хочется думать о том что некоторые смотрят мои видео исключительно для того чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности вот и помогать я им в этом не очень хочу хотя я собственно ни в коем случае не осуждаю ребеночку 1,8 так муж не ревнует к нежности к подписчикам нет не ревнует ребенок в курсе про ваше творчество но ребенку он еще год и 8 поэтому он можно сказать в курсе потому что когда да у меня есть видео 10 ответов на вопросы там отвечаю на некоторые личные вопросы кому это интересно нет муж стрим не слушает я попросила уйти потому что в обычное время мы всегда с вами общаемся тет-тет-тет и никакого мужа нет и я сначала хотела чтобы он мне помогал на случай если там будут какие-то технические ой простите простите какие-то технические неполадки но потом я поняла что я буду чувствовать себя не всем комфортно потому что это нарушит ту интимность какую-то привальность к которой я привыкла общения с вами так кушать хочется кстати извините у меня вот тут немножко я налила себе кофе потому что просто чтобы проще было говорить я попью его слегка произвала рассказывала про замужество но ничего страшного так когда смр значит следующий смр будет скорее всего на английском языке пошла ребеночка купать удачи thank you да, я пишу что в основном после моего после моей речи на английском ребенок мальчик в основном комменты стали на русском yes, I'm married and I have a child sorry спасибо спасибо большое тебе я очень стараюсь я последнее видео записала тоже шепот в основном по той причине что у меня просто голос не очень был хорош так значит ребята сегодня у моей мамы Яны Яны день рождения поздравь пожалуйста свою маму за то что она такая молодец за дела замечательную девочку Яну Яну вот так привет привет не знаю при чем здесь бубонная чума я я бы не сказала что я художник я человек творческой профессии у меня никогда не человек без профессии но я всю жизнь занимаюсь творчеством и периодически разными его видами и мне удается на этом зарабатывать некоторые деньги потому что в принципе я считаю что если вы делаете что-то и вы в течении длительного времени не получаете так или иначе какую-то материальную отдачу от этой деятельности то вы делаете что-то не то но так как всегда мы изменять творчеством рано или поздно приводили к тому что какая-то материальная отдача от этого даже безусловно моего участия начиналась то но можно сказать что я художник как в этом смысле так спасибо большое за комплимент к мембралплеям будут разные потому что ну как бы мне нравится какую-то гармонию внутренне у меня есть ощущение гармонии каких должно быть видео сколько чтобы не надоедал один тип видео как ты учил английский да я английский учила в школе но я спасибо большое за комплименты кофе кофе если честно его налила ну я знаю что он наверное не полезен просто у нас уже на самом деле одиннадцать часов вечера вот поэтому чтобы так это обудриться а а может быть я еще буду стресс так что вы наверное есть так вот как я учила английский учила в школе но у нас был в основном только чтение перевод и всякие письменные упражнения я об этом тоже рассказывала в своем видео потому что у нас была почти глухая учительница и у нас с разговорным английским не сложилось поэтому собственно до канала я разговорный английский никогда не практиковала я рисую имеются художественные навыки потому что я училась в архитектурно-художественной академии Ирина Обеткова я вам с удовольствием передаю привет я из города из Екатеринбурга так кто вдохновил делать свое видео так кто вдохновил кто вдохновил наверное скорее всего gentle whispering да потому что был вопрос как я нашла ASMR я нашла его совершенно случайно когда я была беременна у меня по началу была бессонница я смотрела видео я открыла для себя youtube видела там видео про всякие маникюрные там дела знаете вот эти женские темы и просто блогеры есть некоторые с очень приятными голосами и вот на всякие темы по уходу за собой то есть я их просто включала так вязала шарфик расслаблялась и в одном из похожих было видео gentle whispering так я узнала про ASMR но прям вдохновил меня делать муж потому что он мне я на самом деле об этом рассказываю тоже в видео вопрос ответ он мне в принципе рассказал про youtube сказал что посмотри у тебя наверное получилось вести свой блог а конкретно тему ASMR я выбрала для себя сама уже как бы когда меня об этом узнала то вспомнила что ого точно можно же делать свой блог так привет и совсем не сложно даша как тебя зовут догадайтесь thank you for compliments for my english а а i'm not sure that it was good к счастью вам люблю спасибо большое обожаю смр с поездом я очень рада но мне кажется что английская версия получилась лучше ну потому что я постаралась учесть всякие разные моменты и особенно там еще со звуком постаралась поэтому посмотрите его тоже у меня очень хорошо получается спасибо а как отдохнули в отпуске вопросик значит ой 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 кажется тут уже набежало много вопросов я в порядке вот как вижу отвечаю я отдохнула в отпуске хорошо у меня был очень простой отпуск такой за городом в нашем загородном доме у нас и была очень хорошая погода летом и вот это вот единение с природой позволило мне достаточно хорошо восстановиться именно для того чтобы снова делиться с вами своей энергией любовью потому что было некоторое такое вот как знаете профессионально перегорел но как бы нельзя этого допускать нужно именно чтобы происходило вовремя восстановление внутренних сил поэтому я не стала торопиться возвращаться я знаю что многие из вас на это за меня ругались но я думаю что это к лучшему так и надо надо чувствовать внутренний голос так 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 спасибо большое за комплименты а вы про что тут у меня тоже 22 25 расскажите каким спортом занимайтесь играю в бадминтон нет не играю но то появление ребенка я вообще я вообще очень люблю разные виды спорта пробовала разные многое сейчас у меня из этого остался только велосипед на котором я очень люблю покататься в одиночестве по городу живу в городе Екатеринбурге до рождения ребенка чем я только не занималась в первую очередь у меня был сноуборд зимой роликовые коньки велосипед занималась я и танцами очень долго много лет я занималась фигурным катанием и пробовала себя в скалолазании но мне как-то это не пошло и очень спорт который мне очень хорошо подошел и очень мне нравился тайский бокс я тайским боксом занималась год но я прекратила по причине того что все таки для женщины это не самое замечательное особенно у меня не очень хорошо со зрением и у меня были некоторые травмы неприятные которые даже до сих пор побаливают поэтому пришлось бросить но это вот просто спорт моей мечты который для меня идеально подходит так всем привет thank you guys кем я работаю ребятки пока никем не работаю и потому что я сижу дома с ребенком ребенку год и восемь собственно ту деятельность которую я занималась раньше я скорее всего возобновлять не буду потому что ну тот стиль жизни который я вела не очень хорошо сочетается с семьей семьей и домом вот я очень много времени проводила вне дома и в не очень хороших таких здоровых скажем так условиях работы по здоровью и вот сейчас уже надо себя оберечь стало взрослее ответственнее спасибо лирочка привет мое солнышко спасибо за комплимент эту кофточку вязала моя бабушка так из телябинска привет ловлю ну вот теперь знаете что я рядом нашим джинтел виспинг мама русского completed dame это так my english speaking views hi sorry guys that I speak in russian mostly because it's difficult for me to change between different la gueje My English is not so good and it is hard for me, sorry. At the start of translation I tell a few phrases in English special for you and our next video will be in English. I think that will be a special English video. But it's a secret. Так, как провела свой отпуск и где Ирина Обедкова? Здравствуйте. Кстати, ребятки, спасибо за комментарий, я вас достаточно неплохо узнаю, но в первую очередь по картинкам, вот этим маленьким картинкам, поэтому еще кто имя и фамилию указывает, тоже в принципе запоминаю. Ники, особенно какие-то буквы иностранные очень плохо запоминаю, поэтому, пожалуйста, если вы хотите, чтобы вас плейдер как-то идентифицировал, то не очень часто менять вот эту вот картинку, превьюшку, потому что вот я вот визуал и вот этот текст, я его вообще как бы плохо отражаю, в основном по картинкам вас отвечаю. Добрый вечер, спасибо большое за комплименты. Я провела свой отпуск, как я уже сказала, я на даче. У нас очень хорошая такая большая дача, маму мою поможем, он шафтный дизайнер, очень красивая дача, с цветами, там есть где купаться и в лес ходить, и я иногда вот очень люблю такой вот простой отдых. Краткое содержание первых двадцати минут. Сначала поблагодарила зрителей на английском, потом поблагодарила зрителей за все хорошее на русском. Извинила за то, что кашляю постоянно и сейчас пытаюсь отвечать на вопросы. Привет, мой дружайший, я узнаю. Хорошее название дружайший подцепила я тут, на другом канале. Так, господи, кажется, тут очень много всего я пропустила. Ребят, что-то я немножко потерялась. Так, звонки голос, спасибо. Проводила ли мужу часовой сеанс СМР? Какой-то странный вопрос, извините. Да, мой муж не очень восприимчив к СМР, поэтому бессмысленно. Ролевой фотограф я помню ваш запросик, я вспомнила. Кемпинг нравится, спасибо. Так, спасибо большое за комплименты, Tessa Knight. Спасибо, брат, брат. Не знаю, как правильно я прочитала. Приветик из Тамбова, из Челябинска, спасибо. Так, стакан граненый из поезда, да. У меня вообще с этим поездом долго не складывалось. И даже перед записью прямо стакан разбился, искала по всему городу новый, аж два купила на всякий случай. Будет СМР типа проводник, что вы имеете в виду, пожалуйста, уточните. Как настроение? Ну, отличное настроение. Не знаю, наверное, у меня это видно. Я вас очень рада всех видеть. Спонтанно, если честно, пришла ко мне идея сделать такую вот конференцию, потому что мне раньше не хотелось показывать вам свой настоящий голос, чтобы не разрушать какую-то тайну, что ли. Но один из зрителей сказал, что день рождения канала – это хороший повод для кутежа или какой-то тусовки. И я подумала, да, хороший день. Спасибо большое. У меня кота нет. У меня раньше был котик, и он прожил у меня больше 18 лет. Я его очень любила. И он умер буквально пару лет назад, когда я была на седьмом месяце беременности. И как-то вот пока другого кота не тянет заводить. Запись эфира будет, честно говоря, не знаю. Если это будет не слишком позорно, если вы захотите, то я это оставлю там, например, в разделе плейлистов на канале «Где болталки». Ну, не знаю, в общем, есть ли в этом смысл. Граненый стакан. Кого смотрю из других ASMR-видео? Во-первых, я посоветую вам посмотреть мое видео «10 ответов на вопросы». Там я об этом рассказываю. Но если так вкратце пробежаться, то, ну, вы знаете, что в разные моменты пристрастия меняются. Смотрю все время разных. Но вот конкретно в данный момент, наверное, чаще всего я смотрю в переводе ASMR, Валерия, ASMR, Gentle Whispering, Sensitive Trigger Response, давно тоже смотрю часто. Смотрю всегда, стараюсь отсматривать личков каналы. Недавно вот понравилось мне видео на канале ASMR-магия. Там видео, значит, про научный центр. Я его уже раз в три или четыре посмотрела. Что-то так сильно оно мне понравилось. Вот, в принципе, так, ASMR, да, вот как-то вот в данный момент, наверное, основные вот эти. Но, в принципе, подписана я и на других. В принципе, стараюсь я на линке отслеживать. Так, много мне, на самом деле, кто нравится. Просто вот первые, которые в голову пришли, назвала. Кстати говоря, привет всем тем, кто из Санкт-Петербурга, потому что я тоже очень люблю этот город. И в том городе у меня живут родственники. Много раз там была. Мужу заветую, но я ему передам. Так, в Питере... А, вот, да, как раз в Питере, да, вот много раз была. Thank you guys for your compliments. В тест-комбоксе Ошкиной дали в бубен. На самом деле, не совсем так. Я вообще такая страстная натура. И хотя в тест-комбоксе в основном мужики и мальчики ходили. Они у меня даже немножко попаивались. Потому что, ну, в действительности, все упражнения надо выполнять, конечно же, не в полную силу. А только там, по-моему, процентов 30 силы. Но мне это не получалось контролировать. И я постоянно чрезмерно, в общем, больно это делала людям. Вот. Ну, мне как бы, да, по разным местам тоже давали периодически. Бывало дело. Айкидо, знаете, я его как-то раз пробовала, когда я была еще маленькая. Но мне айкидо не понравилось. Мне понравился именно тайский бокс, потому что это был хороший способ выплеснуть вот эту вот негативную энергию. После него я была абсолютно ровная, спокойная, счастливая, влюбающаяся. Вообще, все мне нравилось просто идеально. Спасибо большое. Я очень рада, что видно, что я стараюсь. Это, в общем, так и есть. Видео на медицинскую тематику нравится. Спасибо. Будут еще видео на медицинскую тематику, я думаю, в ближайшем будущем. На вопрос про кота уже ответила. Так, Мушкин работает, ну, не знаю, насколько это хорошо об этом рассказывать, но он главный редактор одного крупного интернет-портала и руководит командой. Так. Ну, я по-русски разговариваю. Привет, очень милая. Спасибо. If you wait next video, next video will be in the next week. Wait for it. Ага. Вам нравится, что я понимаю, что это странная речь? Ну, это замечательно, конечно, но, возможно, это потому что я... Ну, так, конечно, у меня в основном слова очень простые. Нужно спать, спокойных снов, спасибо большое за поздравления. Я рада, что многим не странным зрителям нравится русский. С днем варенья, канал, спасибо, спокойной ночи. Так, кажется, этот спам вопрос про кота. Так, ребятки, я опять что-то потерялась. Что-то тут, оказывается, так много комментов. Ага, так. Катя Ямбалаева, вам большой привет. Так. У кого самое запоминающее с арбатарком? Ну да, есть такое дело. Одна из, это точно. Человек живет изнутри наружу или снаружи внутрь? Какой-то философский вопрос. Я человек, который живет изнутри наружу. Наверное, так я понимаю этот вопрос. Так. Короче говоря, я поняла, что вы меня... Это... Что я постоянно смотрю в них. Вы меня, наверное, совсем не видите. Ваши мастерки все. Поставил? По-другому поставил? Даже не знаю. Это, наверное, была не очень хорошая идея показывать вам все в детстве. Но я узнаю, но она ругает. Так. Так. Значит. Какие любимые смартщики уже ответила? И еще могу предложить вам посмотреть видео 10 ответов на вопросы. Я уже на этот вопрос отвечала. Так. Получается ли у тебя заработать на этой деятельности? Ну, немножко. Ну, если честно, я вам так скажу, что денежки с рекламы я в основном стараюсь откладывать. Ну, так они потихонечку капли для того, чтобы поехать в путешествие. Вот, может быть, те же, как-нибудь, Пелагена меня приглашала в Германию. Значит. Что касается донатов, когда они приходят, то я их все на данный момент тачу на улучшение оборудования. Вот. И потихоньку, в общем-то, оборудование становится лучше. Я думаю, что вы это видите. Спасибо большое за комплименты. Так. Как привлечь внимание молодого человека и заставить его думать о девушке? Интересный вопрос. Блин. Ну, если честно, вы никак не заставите, если в таком ракурсе, другого человека о себе думать, привлечь внимание. Вы меня прямо в тупик к своему вопросу поставили. Но я считаю, что человек, который развивается, у которого есть интересы, если девушка следит за собой, если у нее есть интересы, она как бы увлечена процессом жизни и распространяет вокруг себя эту энергию, то обязательно она привлечет к себе людей, которые заинтересуются этим. Не знаю, как-то так. Я, знаете, по-моему, вам так скажу. Если вам кто-то нравится, а вы этому человеку не нравитесь, или он на вас внимания не обращает, то бесполезно делать что-либо для того, чтобы это изменить. Вот. И зацикливаться на этом вопросе, из этого только все плохое произойдет. Не надо. Лучше делать так. Отпустите. Спасибо, Валерия. Так. Обожаю тебя. Почему-то коменты за задержкой 10 минут. Блин, слушайте. Все дело в том, что я отвечаю просто... Вот в моем окошке, да, я вижу, что тут большая задержка. Я просто отвечаю по порядку на все вопросы. То есть я просто не отвечаю, не успеваю отвечать. Котик умер. Запись эфира. Ну, не знаю. Посмотрим. Так. Даша староста группы была? Нет, не была. Не может быть мне позору априори и кукареканье. Кукареку. Так. Котик не выдержал, что кого-то будут любить больше, чем его. Ну, если честно, я даже так думала, потому что как-то он стал сильно задавать именно после того, как я уехала из дома. Из своего. Вот. И он стал очень много времени проводить один. Мне кажется, ему стало грустно. И, может быть, это ускорило его конец. Хотя, конечно, он был старенький. Накладные ли у меня косички? Гениальный вопрос. Давайте попробуем. Это вроде не накладные. Спать сильно хочется. Идите спите. Покойных снов. Извините, пожалуйста, за мой кашель. Я вот... Thank for congratulations. Привет, СМР. Вам тоже мужчина смарщиков. Блин. Сейчас скажу. Я, знаете, кого смотрю. Вообще мало я смарщиков. У меня как-то мужской СМР не очень. Но я изредка посматриваю Таню СМР и нравится мне голос у этого. Господи. Забыла ее спросить. Я забыла, как его зовут. Про аптечку. У него такое видео прикольное. Много раз смотрела. Но забыла, как его зовут. Какой новичок АСМР-мания? Не знаю, о чем вы. Я сказала АСМР-магия. АСМР-магия, я к ней отношусь с большим-большим уважением. Просто меня не прет от ее видео, к сожалению. Но я, конечно, тоже отслеживаю ее в обновлениях. Так. Где черпаешь дыхание для видео? Да, блин, везде. Если честно, если ты на чем-то сфокусирован. То есть, в принципе, как бы АСМР сейчас у меня занимает одно из моих мест, в моих мыслях. И я на этом сфокусирована. Поэтому идеи мне приходят в течение дня постоянно. А если я увидела какой-то предмет, то очень часто я... Мои родственники от меня слышат, что надо будет использовать это в видео. Или если я куда-то пошла и что-то увидела, то это практически всегда повод для новой идеи. Вообще, у меня есть блокнот, в котором я в течение дня по нескольку раз в день, бывает, записываю новые идеи, которые мне просто вот так вот сходу пришли. Но не все эти идеи проходят отбор. Многие отсеиваются как совсем бредовые. Но сначала я записываю все. Привет из Смары, привет из Рашки, мутузил мужиков Даша, выводила. Каждая девочка говорит, что мутузил мужиков, чтобы ее побаивались. На самом деле, мне совсем не хочу, чтобы мужчины меня побаивались. То есть, абсолютно, это не нужно. Наоборот, пусть они думают, что я слабенькая и меня надо защищать. Так, и для них будет влияться мне жирностью, если в случае чего я буду убегать так же быстро, как и мне. Так, потому что все мы знаем, что самый лучший способ защиты очень часто это именно бежать. Несмотря на то, что вы можете думать, что знаете какие-то супер приемы. Хочется больше жестких, так, хардкорных триггеров, массаж и смерть. Так вот, ребятки, сейчас открою вам большой секрет. Скоро ко мне приедет микрофон. Поэтому с новым микрофоном будут видео, посвященные массажу. Вот, это будет бинауральный микрофон. Приветик из Карачаева, Черкесии, спасибо. Приложение серии про графиков будет чуть позже пока. Пока, значит, пока не прет. Но скоро будет. Думаешь ли зарабатывать на АСМР? Мне бы, конечно же, хотелось, но я не вижу это как самоцель, я вижу это скорее как следствие. Потому что, если поставить АСМР во главу угла и как бы стать от него зависимым, стать зависимым от этих денег, которые он приносит, то потеряется вот этот, как мне кажется, потеряется. То есть, относиться к этому прям как к работе, которую ты делаешь по расписанию, для того, чтобы получить определенный материальный доход в месяц, то пропадет вот эта свежесть, непосредственность, и вот это будет не свобода. Я буду думать о том, что какое видео лучше выпустить для того, чтобы больше заработать и так далее. Мне это не совсем подходит. Так. Больше постукивания. Знаете, честно говоря, я никогда не пробовала таппинг, наверное, потому что мне, в принципе, он не очень нравится, но я попробую. Бег решает. Такое мое любимое животное. Кот. Да, очень люблю я кисок. Котов. Котов. Когда я начну снимать видео, я не знаю, что у меня будет так много зрителей. Я очень рада и очень рада. Это большая сюрприз для меня. Спасибо. Не делаю мужа сеансы частного СМР. Ростика меньше 160 сантиметров. Кто-то меня боятся. Но маленькие мальчики, школьники боялись. Они были еще меньше у меня ростом. Это, во-первых. Во-вторых, у меня было такое преимущество. Мое, наверное, было в очень быстром ударе. И, в общем-то, как вы знаете, в нижней половине тела можно достаточно ощутимо так ударить. Но я, конечно, тоже получала там порядочно. Потому что мужчину, если разозлить, лучше этого не делать. Они, может быть, меня как-то поначалу-то жалеют. Знаете, там, девочка, так это, поаккуратнее с ней. А когда видят, что я абсолютно неуправляема, тогда они, конечно, уже начинают учить меня жизни. Ну и правильно делают. Потому что женщине, конечно, не стоит полагать, что она может справиться с мужчиной. Но сейчас я знаю парочку полезных приемов, которые, в случае чего, могут мне помочь выиграть немножко времени для того, чтобы бежать, как я уже сказала. Так. Марию Стюарт Шиллера не читала. Не могу ответить на вопрос моего. Детеныша зовут Егор. Ему год восемь. Будет ли видеофотограф? Спасибо, я уже ответила на этот вопрос. Я не знаю, будет ли видеофотограф. Если у меня будет доходение, то будет. Thank for your congrats. More English videos. I want to do more videos in Russian and in English too, but I have no a lot of time for this. I want, really. Я пью кофе. Так. Гуськов. Что-то я опять, у меня все пропало. Ребятки, задержка в трансляции это нормально. Давайте попробуем вот как сделать. Я открою. Так. Значит так. Короче говоря, ребята, я сейчас открыла комменты в другом окне. Попробую. И тогда, возможно, будут идти с меньшей задержкой, но много придется комментов пропустить. Нет. Мне так не очень нравится, если честно. Мне хотелось бы ответить на те вопросы, которые мне люди задавали. так. Так. Вспомни самые смешные и нелепые комменты спрашивает меня Лерочка. Так. Ну, блин, что-то сходу не могу ничего вспомнить. Блин, не могу ничего вспомнить. Извини. Как вы относите, что 70% мудаки? Ну, я так не считаю, собственно. И вообще, со временем вот те комменты, которые совсем удачные, у меня как-то вот подсознание научилось их фильтровать, и я, в общем, в ленте их просто не замечаю. Почему качество плохое, не знаю. Какая шлисушка на ушко. Блин, у меня сейчас микрофон-то не ушечный, поэтому не получится. Чемпион по нелепым комментам. Да, смешно. Так. Сделаю хомячка АСМР. Это что такое? Мед и молоко. Блин, слушайте, у меня аллергия на мед. Молоко тоже ненавижу, поэтому не вариант. АСМР онлайн в конце не будет. Формат этой трансляции, в принципе, другой. Что-то не твой триггер не прет. Спасибо. Так, да, но СМР не смотрела. Зарубежных блогеров я не очень смотрю, потому что... Ну, как бы, есть некоторые, но не очень я их смотрю, потому что мне сложно расслабиться под иностранную речь. Я знаю, что у многих это иначе, то есть просто как раз таки, но меня как-то это не расслабляет. То есть я скорее это смотрю с целью что-то новое узнать, как-то познакомиться с тем, как это за рубежом там чему-то научиться. Так... Happy birthday for my channel. Thank you very much. Так, Даня смотрела. А, помедленнее могу говорить. Сообщение не отправляться. Thank you guys for compliments. Гантели меньше я не качаю. Так... Мужской АСМР в аптечку. Дмитрий... Не знаю. Блин, как же это называется там? АСМР... Не помню. Господи. О, привет, Любочка. Поздравляю тебя и твой канал. Спасибо большое. А мне очень приятно, что ты забежала. Спасибо за поздравления. Спать расхотел? Блин. Шикардов. Хе-хе-хе-хе. Так... Ммм... Если вы подписались после Доктора, я очень надеюсь, что вы были не разочарованы следующими видео. Потому что, в общем-то, достаточно... Ну, как сказать... Стараюсь я делать контент разнообразный. Я знаю, что это кому-то, наверное, не нравится. Кому-то нравится. И если вы подписались на какой-то определенный тип видео, то я понимаю, что другие могут у вас совсем не зайти. Но я все-таки надеюсь, что это не так. Так... Так... Космоязычание лечится логопедом. Да, Лерочка, держись. Тут тебя уже жизни мучат. Какой алкоголь предпочитаете? Крепкий. Ммм... Я люблю всякие ликерчики. Я люблю всякие... Такие крепенькие напитки. Типа, всякие там... Кальвадоса, самбуки... Не знаю... Ингельмейстера... Ну, в то же время я какой-нибудь бэбис люблю. Ну, в общем... А вот какое-нибудь вино... Водку вообще я никогда не пила. Вино так, в общем, тоже я... Именно вот... Как алкоголь. Я его не очень люблю. Я его люблю именно там, с каким-то конкретным блюдом. Вкусненько. Ты очень здорово создаешь спасибо следствие личного саморазвития к сынух мужчин. Если да, то что больше всего дало вам, когда и как это произошло? Так... Ну, это комплексный вопрос. Сначала было саморазвитие, потом уже я встретила своего мужа благодаря этому.